так вроде в эфире григорьев с вами канал художники приветствую всех надеюсь меня хорошо видно слышно пишите пожалуйста здесь в чатике как у меня видно как точнее мою камеру вот моя рука с небольшим опозданием сожалению друзьям не придется сейчас я только-только построил вчера буквально вечером поменял график карту на своем компьютере сегодня был приятно удивлен что включил в студию и здесь все настройки конечно сбиты и мне пришлось поводиться в целый час и вложить на тем чтобы ну хоть как-то хоть как-то чтобы было понятно что сегодня будет происходить в эфире не вижу что одна минута вот только-только пробили колокола 12 часов москве 13 по москве так сейчас я еще ничего не приготовил то есть мне пустая палитра нужно еще за красочками здесь подобрать что мы будем писать сегодня морской пейзаж заявлено такая тема я пока фотография на принципе есть здесь сообществе на нашем канале можете посмотреть или скачать эту фотографию для тебя ну точнее картинку где-то и на что в интернете не помню где вот такое качество конечно не очень я делал распечатку вот по этой распечатки то что я вижу здесь конечно не все видно так все хорошем изображении ну примерно мы можем отталкиваться на то что будет писаться часа перезапущу почему-то у меня с чатом что-то еще минутку мне нужен планшет мой так вижу сообщение идут при этом мари сейчас я дублирую на самом планшете что то есть на самом деле что точнее видят люди так чтобы убедиться в порядке все проходит вообще должно быть все нормально во всяком случае я верю что все нормально а то что я не успел подготовить красочки мне придется сейчас делать это одновременно с вами ну а в общем чего готовить они здесь вот у меня сегодня понадобится все наверно пейзаж сегодня самый наверное простейших таких которые можно написать давайте посмотрим вот такая чашечка для масла любая обыкновенная подсолнечная я использую для того чтобы писать работы разбавлять масло так ну что мы тут видим в принципе не принципиально важно что мы здесь будем брать если каждый из вас может написать свои тонкие и тоненькие тонкие 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 тонн темный понадобится написано кадмиум дункер красную скорее всего лучше воспользоваться другим красным типа фермелона я уже рассказывал по красным 2 ну точнее теми которыми в основном я пользуюсь здесь нет надписи это фермелон вот такой же он тоже вот немножко темный чуточку немножко красного 37 человек так на сегодня не будет много сегодня германии во всяком случае выходной день отцовский я сегодня с вами за последнее время была сделана такая большая пауза у нас проблема с тем что до сих пор я не открыт все магазины практически работают все открыто кроме школу вот тем чем я занимаюсь это конечно достанная школа обучение вы слышите дети на улице играют народу недостаточно приходят все без масок запретов у нас и не было запрета в принципе на выход на улицу пожалуйста выходи в любое время держи расстояние гуляй так ну вот синий синий прусская синие я возьму митромарин может быть понадобится чуть-чуть вот так вот здесь для получения неких таких почище чтобы фиолетовый получить можно выбирать прям фиолетовый как у вас есть ну рассказывайте пишите в чате кто чем занимается наверно все таки дачные участки сейчас красный красный можно краплак можно хорошо чтобы немецко на place то есть фиолетовый большинство насекомых салфетках сейчас ходить магазин и как-то пробежался мимо марии не только одна по подчасти да не хочет ничего не хотят не написать люди поздороваться масло обыкновенное подсолнечное вот такое масло заливаем маслица для того чтобы можно было писать не по сухому холсту я беру масло ну и вот так салфеточкой можно можно кисточкой можно салфеточкой нужно просто затереть холстик для того чтобы он был насеким многие не знают новички берут покупают краски приходят домой холсты берут и пробуют писать прямо по сухому краска сразу начинает впитываться салфеточка жухнет плохо тянется по холсту почти не растянуть если это такой быстрый рисунок ну а многие делают как берут тоненькую кисть и начинаем с угла до другого угла в течение недели месяца писать картину что тоже не является правильным так как мы не видим полностью всей работы и не имея опыта конечно же нас отвлекает еще и белое полотно так устроен человеческий глаз и когда картина уже прописана получается что работа вроде бы готова но не хватает получается в основном получается бледный не особо контрастный мария пишет я по вам наверно больше всех соскучилась спасибо я тоже по вам соскучился первый раз с вами пока напоминаю ну что с вами я рад что вы пришли именно ко мне хотя бы на первый раз но потом будет видно если вам понравится то вы можете оставаться с нами на канале для этого нужно будет поставить сделать подписочку поставить колокольчик мы не делаем рассылки единственный канал где наверное наш проект мы раньше занимались этим сейчас мы уже это не делаем у нас нет рассылок нам нужно какие-то такие вот принужденные подписчики где нужно заполнять свои адреса фамилии имена телефона и так далее все у нас открыто на канале в основном за исключением конечно у нас есть спонсорская подписка где вы при желании можете посмотреть закрытые мастер-классы ну там достаточно просто стать спонсором нашего канала для вас открывается еще я сейчас не помню уже больше тридцати закрытых недавно начали спонсорскую подписку где вы можете смотреть и мои выступления и выступления сейчас может быть наши художники будут еще спонсорской программе участвовать ну и также много всего интересного под видео в описании почитайте что же я чуть-чуть выжидаю для того чтобы холстик напитался немножко с опозданием я сегодня все-таки ничего не подготовил потому что вышел именно в самом начале отказал если вы пересмотрите то было уже упомянуто о том что я буквально вчера настраивал компьютер поменял графика более совершенству перешли и вот рад был удивлен точнее поражен тем что в студии все сбилось и поэтому мне пришлось вместо того чтобы подготовить палитру краски натереть холст и все остальное мне пришлось настраивать сначала синтудия ну вот кое-как немножко я все-таки наблюдаю что не тема тройки меня устраивает нижняя камера видит она прыгает ну она не такая основная по полиции это не важно по цветам вроде бы что-то да это рука у меня отличается от другой руки естественно да по цвету отличается ничего не поднялась видите как камеру грудь юлия приветствует нас юлия пишет рада быть снова с нами ну в общем понятия не понятия не смысл людьмила тоже пишет здравствуйте людьми ваза юля снега никита тоже привет у меня к сожалению здесь читаю очень мелко поэтому я могу так ошибаться одну минутку еще друзья мне нужна водичка сейчас я иначе вы понимаете это сложно говорить пейзаж несложно моего быстренько напишем то есть я не буду сегодня тянуть как обычно сейчас за водой схожу что мы сейчас за водой схожи теперь у меня есть водичка и все я в полном полной амуниции извиняюсь еще раз извиняюсь быстро тороплюсь и делаю приходится делать на ваших глазах но холст пока впитывается я не могу все равно ничего писать 10 минут буквально вы тоже можете набрать кофе можете если кто-то в германии выходной день может кто-то не работает и ваньку валяет конечно можно и пикарк с мукой чипсы подготовлен для того чтобы смотреть сегодняшнее выступление сейчас все начнется начнется сейчас не торопите меня сильно маслом пишет юля к сожалению не умнеет ни художник ну в общем тут вот смысл написание чем вы начинаете рисовать вообще смахло начинать легче наверно всего а если у вас есть терпение советую просто начинать с маслом потому что с масла потому что маслом все можно исправить поправить если вы пишете у вас нет терпения и вы рисуете например берете акрил акриловые краски ну вот акварель конечно там ничего не поправить там нужно все продумать вся работаю сделано акварельная краска это конечно все серьезно а если вы учитесь таким картинам как вот например масляная живопись то здесь конечно все проще здесь можно все убрать поправить исправить даже если не получилось стереть и заново использую какие-то дополнительные материалы этот же материал пустить до следующей работы вот это ошибочное мнение что масло сложнее чем материала конечно не верно это не так вот вот Продолжение следует... 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 И если мы услили на 5 сантиметров влево или вправо, вниз, вверх, естественно, здесь без разницы. Самое главное здесь попасть и преподнести сейчас воздушную перспективу. Что такое воздушная перспектива? Это когда мы видим небо, которое находится близко к нам, небо, которое уходит вдаль. И вот как по фотографии, так и в природе вы можете выйти на улицу, где-то в дальние дали посмотреть. В основном небо, которое находится вдали, оно на тон светлее, чем то небо, которое находится прямо над нами, над головой. Поэтому мы вот так вот сейчас, я не буду затемнять полностью все полотно, потому что работу потом придется высветлять и где-то подкладывать желтые тона, а значит придется нам вытирать синие. Все это очень сложно. Поэтому мы здесь делаем сейчас ее пятнышками. Ну и вот то, что мы видим. Сейчас видно вот эта вот основная темная масса воздуха, которая находится с левой стороны. Примерно все мы так рисуем. Она опускается, далее она опускается вот сюда вниз и становится на тон светлее. Вот такое пятно здесь получается у нас. Это первое пятно. Дальше у нас есть пятно более светлое, поэтому все вот давайте поэтапно. Чтобы вам было понятно, если вы новичок в любописи, вы легко напишите эту работу вместе со мной, следуя шаг за шагом. Это у меня строительная кейс, обыкновенная, вот так уже стерта, если вы видите на камеру, видите, она такая боевая. Вот, какие-то бумажки, салфеточки. Я взял кухонное полотенце обыкновенное вот такое. Ну и надо, чтобы в руке находилось, чтобы мы могли вытирать так периодически. Добавляем дальше, я не буду сейчас белила портить. С кистью туда весь, так вот легко, мастительно можно взять. Добавив, добавив немножко белил, получаем светлее оттенок. Вот сюда, прям под, так, чтобы переходик был такой от светлого к темному, нужно растянуть эту краску по-холсту. Видите, как холст уже более-менее подготовленный, и он позволяет это делать, потому что здесь, конечно, у нас есть возможность, в самый низ еще я могу сюда белила немножко добавить. Вот так мешать, прям стихийно можно. Так, чтобы он, вот эти белильцы, они прям попали, забелись в холстик. Учитывайте, что синий, немножко он съедает белила, поэтому картину можно писать немножко на тон, на два тонна, светлее брать. После высыхания красочка, она чуть-чуть потемнеет. Вот сейчас надо получить отцвет локтеновый. Если это удастся у вас, то, в принципе, наверное, это одна из сложных частей, когда мы растягиваем краску. Можно пишет спасибо, спасибо, или пишет за что спасибо, непонятно. Пока говорить спасибо не за что, я думаю. Ничего я такого пока не показал вам. Но вы сейчас все сами увидите. Как мастихином, вот мастихином, кстати, очень легко растяжку делать. А с кистью немножко посложнее. Поэтому попробуйте оба варианта, что вам понравится. Какой из вариантов для вас подойдет, я не знаю. Некоторые легко справляются с задачей, и работая этими инструментами на стихе, но нужно просто какая-то некая такая привычка. Если вы к нему привыкнете, то будете очень легко с ним работать. Это как в школе, когда первоклассник приходит, и ему говорят взять эту же ручку, карандаш, и написать сочинение. Даже если человек знает буквы, все равно не сможет написать сочинение, потому что нет опыта. Вот зная теорию, а не зная опыта, то есть не имея опыта, зная теорию, конечно, не получится сразу писать картины. И к этому нужно приходить именно поэтапно. То есть у вас обязательно все получится, ну, может быть, не с первой картины, может быть, с 20-й, 30-й, но начнет все получаться. И начнется. Во всяком случае, вы увидите, должны вот с первой своей работы видеть, видеть свои ошибки. Если вы видите свои ошибки и можете их исправлять, то вы, наверное, уйти. Значит, вы настоящий художник. У вас есть все шансы стать настоящим художником. Вот. Это одно, кстати, из моих правил. И кто меня знает, я никогда, хотя мне присылают сотнями, бывают, я никогда не делаю разбор работ только по этой причине, потому что я заставляю человека видеть свои ошибки самостоятельно. И если человек их не видит, значит, здесь, конечно, все очень-очень сложно в этом плане. Вот здесь вот есть, смотрите, более такое светлое, то есть та же краска, одним цветом пока он пользуется, только она здесь больше белье, поэтому она вот такая светлоголубенькая. Вот. Поэтому, друзья, не присылайте мне свои работы, я все равно их не разбираю. и не обижайтесь на меня в этом плане. Каждая работа, во-первых, имеет право на жизнь. Это первое. Второе. Это не в моих правилах. для того, чтобы можно было вот так поукладывать краску, и она, в общем, такая вот становится не сильно пастозно, на палите лежит. все-таки это первоначальный слой, и здесь, конечно, особенно темные места, они не любят сильные пастозности. Если мы светлым можем показать пастозно, то темным мы пастозно не можем показать. Если это мы сделаем, будет, при высыхании будет видно, что куча краски, она будет блестеть, и это будет, темная краска, это будет некрасиво. Так, Мария пишет, что у меня папа строитель, когда узнал, что у меня для нас такое строительная кисть. А, ну, конечно, да, строительными кистями можно совершенно спокойно и я работаю в основном строительными кистьями и работаю прямо со строительным магазином, покупаю. Так, вот Юля пишет, недавно услышала мнение, что картины, размещенные в рабочих кабинетах и имеющие они изображения воздуха, принесли приятности. Сталкивались мы с такими мнениями, с верными оно. Ну, это, знаете, как, это точно такое же мнение, когда кошка переходит дорогу, одним она приносит, черный кот приносит неприятность, другим счастье, третьим, не знаю, какие-то еще могут быть суеверия. Я думаю, что это суеверия все-таки. С чем это связано, у меня рабочее помещение, здесь очень много и мазки, и каких только угодно, и не угодно, и военных тем. Единственное, что я не люблю, лично для меня, это что-то такое вот раздражающее, так, чтобы эта раздражающая картина смотрела на меня ежедневно, ежечасно я ее видел. Ну, например, я сидел у себя где-то в помещении, ну, допустим, я люблю находиться на кухне. Ну, и, соответственно, на кухне мне было неинтересно, чтобы на моих стенах было где-то что-то такое, чтобы меня отвлекало от еды. Или, например, не находюсь в здании, не нужна спокойная какая-то обстановка, соответствующая моему интерьеру, или, может быть, картина с водой, где очень бушующее море, если даже не зала, где-то вот, где ты хочешь расслабиться, та же самая спальная. И вот если там, ну, допустим, есть девятый вал, то, наверное, у вас будет такое же настроение создаваться. Вот, нравится, да, но вам не нравится. А... Или спокойнее у нас какое-то состояние. Вот. В этом плане, наверное, все-таки это то же самое, что наклеив какие-то фотообои. И бывает же в зале, в залах очень часто фотообои клеят. и у вас там есть какая-то березовая роща, и вы садитесь в кресло, и наблюдается, что происходит вокруг вас. Ну, то же самое. Вот. Конечно, морские спокойные пейзажи, они более... сегодня мы пишем неспокойные, оно такое волнующее, скажем так, волнующее небо. Здесь вот есть какой-то, может быть, пиратский корабль. Может быть, он сел уже на мель, вот сюда подошел, близко, совсем, и уже спущены все паруса, даже я их не вижу там. Ну, они собраны. Вот. Не обязательно писать этот корабль, не обязательно писать его так близко, можно чуть подальше написать. Можно его разбитым нарисовать здесь, полностью разбитым, и настроение будет совсем другое. То есть, вот он попал на рифы, разбился, и вот тут вот поломанные мачты можно написать. Ну, тут вот все на ваше усмотрение, конечно. Я не думаю, поэтому не, также не думаю, что нужно к этому относиться так вот слишком серьезно. Море, море, море. Для моря нам нужна подложечка. Просто какая-то темная, синяя подложка. Сейчас я примерно все так заброзим, и дальше ну, чтобы мы понимали, где находится морская часть. Если мы эту картинку поделим с вами, вот, например, берем часть моря, вот то, что я вижу. Раз, два, три, и там еще половинка получается. Поэтому мы делим не на три части, то есть, мы делим всю картину на три части, на три. Вот примерно я беру первая, вторая, третья, часть. И чуть ниже оставляем, заморем. то есть, если третья часть заканчивается здесь, опускаемся ниже. И опять же таки, друзья, вот здесь, ну, никакой разницы нет. Если вы плюс-минус чуточку вверх, чуточку вниз ушли, это уже как бы здесь все. Все не так принципиально важно. смотрите, почему получается ровная линия, потому что рука у меня находится, ну, то есть, вот этим пальцем я могу совершенно спокойно прямо вот так облокотиться. Ну, и взять нужно какую-то кисть, чтобы она была не сильно пушистая, то есть, жесткую кисть для этих целей. и когда мы ведем слева направо линию горизонта, если мы хотим видеть, она здесь слишком такая разбитая, тушистость, поэтому лучше всего брать для этих целей короткую, вот такую короткую ровную кисть для горизонта, она будет самая подходящая. Берем краску, много краски не нужно для линии горизонта. Вот этот палец указательный, если у вас правая рука работает, может быть, левша человек, наоборот, значит, если правая, значит, так. И примерно мы сначала меряем расстояние от снизу до верху, примерно ноги на ширине плеч, и когда мы тянем слева направо или справа налево мы тянем полоску, что нужно учитывать для этих целей? Для этих целей нужно ввести полностью вся рука. Вот у меня вся рука стоит у меня ровно, то есть я не веду от локтя, я не рисую вот так, а у меня рука полностью закреплена и от плеча мы работаем, то есть от плеча ставим, ноги на ширину, плеч и потащили кисть. Если мы работаем от локтя, то, естественно, у нас получится кривое все это дело. ну и стоя, желательно рисовать стоя. То, что мы испачкали руки в этом тоже ничего страшного, мне все это отмоется. Мария пишет, что грозовые облака, ну да, вот иногда грозовое это такое состояние, оно тоже интересно, особенно для художника это очень интересно пописать, попробовать. Смотрите, сложность сейчас будет именно вот здесь, потому что здесь есть желтое пятно и есть сразу синее пятно. Вот с желтеньким и синим мы должны быть аккуратны. Но так как море нас заставляет все равно писать его не чисто синим, поэтому мы здесь легко можем справиться с этой задачей, если в синий попал немножко желтый, то у нас получится, видите, как я угадал, даже без отмера, у нас получилось практически ровно. Вот, синий с желтым, желтый мы можем вмешать морские визажи, у нас море может немножко береметь, это не страшно. так, так, я, sorry, my English is bad, спасибо никита чашка кофе всегда радует надеем с вами полкартины уже нарисовали надеюсь что вот с этим справится любой из вас если вы сегодня меня выдержите я такое бывает у меня знаете обдывает занудным долго долго ну в том плане что я никуда не тороплюсь так как у нас не закрывается ничего после можете посмотреть до самого конца в любой момент зайти на него вечером некоторые выступления закрываю только для спонсоров провожу сегодняшнее выступление закрывать не буду оставайтесь со мной уж тем более что сейчас такое время и понятно непонятным заболеванием находится дома заняться нечем поэтому смотрите на здоровье ну если есть такая возможность вас поддерживает наш проект то конечно не будем рады тем более сейчас мы переделали опять же таки все системы доната переделана там можно рублем поддержать самое минимальное он вам праздника не сделает а поддержки художников естественно оправдываем хоть чуть-чуть материал это уже хорошо потому такие картины на художникам принципе по большому счету они не нужны в плане что если бы мы делали на продаже естественно я бы не делал когда стрим не проводил бы его материал для стримов нужно для вот таких видео выступления материал материал все равно стоит хочешь не хочешь приходится тратиться ну и так я отвлекся первая поддержка она точнее первая ссылка в описании это как раз на поддержку нашего проекта не стесняйтесь помогать желтенький с белилами вот такой получаем немножко его преувеличу естественно поверили еще чуть больше билл чем желтого и будет очень такой хороший здесь замечательный вот туда солнечный солнечную часть на задний план желтым белилами также его можно здесь где-то в середине облак положить но в облакам еще столкнулся с желтеньким поэтому пока не будем сильно увлекаться принципе вот этого наверное будет достаточно и так вот очень аккуратно смотрите у нас хоть и корабль на этом месте но мы его сейчас у нас нет причем пока не приплыл поэтому мы делаем пока все все то же самое исключая передние планы всегда начинается живопись задних планов плавно мы переходим с задних на передние планы и все что находится сейчас пока на передних планах не обращается внимание мы это пишем сразу задних план целиком то что у новичков происходит иногда оставляют места под деревья и так вот какие-то передние планы обводят и это неверный шаг именно начиная с того что что мы видим на задних планов прорисовывая полный задний план переднего придет чуть позже так ольга спрашивает про подсолнечное масло да я пользуюсь только вот как вы видите все происходит на ваших глазах вот подсолнечное масло причем подсолнечные магазины она чуточку у меня вот сейчас она чуть-чуть высветилась есть такой зеленовато уходит высветляется знаете когда на солнышко ставим через полгодика у вас станет светлым светом вот еще можно так слегка его подогреть а на кого станет поэтому здесь вот без разницы как вы как вы высветлите подсолнечное масло но если вы пользуетесь в общем конечно ничего страшного нет я часто у меня заканчивается бывает заканчивается и я прям вот беру с магазина пошел набрал бутылочку взял и прям вот с этой открывая и при вас открываю и пишу этим маслом все линии горизонта смотрите то что мы сейчас видим пока естественно я сейчас линия горизонта пока не кружусь но она должна будет быть финале она должна быть смазанной то есть там будет опять все таки используем либо сухая кисть либо будет использована палец вот так вот пальцем по линии горизонта вытираем палец где-то сверху надо тащить где-то снизу так чтобы весь горизонтик он был вот таким вот таким смазанным все что уходит вдаль нет такой точности смотрите главное чтобы чистый палец чистым пальцем сейчас неверно стою мне неудобно вот прям чистым у нас есть их 5 штук 5 инструментов вот их вот прямых и чистым пальцем вот так вот смазываем все линии она уходит у нас туда вдаль и там непонятно что там очень далеко там клубы пара испарение от воды ну все что угодно в общем не принципиально важно но должно быть не не так вот четкий переход от как вот здесь четким может быть вот такие немножко замыленным таким вот видите мастер-класс только начался как там еще не написано я сделать успел пару глотков кофе показать вам несколько правил уже вы для себя что-то вытаскивать а люди-то приходят у нас уже 50 скоро да все таки не все сегодня на даче напишите как у вас по погодам то здесь где я проживаю у нас уже лето наступило все в рубашках так давайте задних планов что-то взять взять такое вот краплак синенький сейчас я помешаю вмешаю что-нибудь такого интересного краплак точнее это рубиновая у меня рубиновая красная но подойдет и краплак и краснит смотрите вот задний план они все равно там вот горы где находятся они чуточку там вот так здесь у меня получается сейчас такой вот не чисто грязно-фиолетовый и он не нужен будет и я смешаю вот с этим еще синим еще будем ограничить не для того чтобы он прямо у нас был прям чистый фиолетовый для того чтобы там на заднем плане вот там вот те горы чтобы они чуть-чуть фиолетели то есть вот здесь есть такой некий некий присутствует здесь уже три цвета работает здесь красный работает и два синих работают ну опять же таки не принципиально важно если мы смешаем допустим кадмий красный и синий тоже получим такой коричневатый ближе к коричневому тоже интересный оттенок то есть мы можем взять вот карни красный и синий чуть больше красного ой точнее фермилон красный фермилон извиняюсь на них из своих некоторых там я не помню некоторые по моему даже ряда прошлых не знаете я рассказывал по фермилон тоже получается такие вот коричневато синие но вот если так приглядеться то весь задний план вот те гор они не так далеко если бы они были еще дальше их можно было в такую муть запустить вот но они имеют такой некий фиолетовый там есть такой вот видите фиолет белоруси 8 10 днем о ночи еще довольно таки холодные так к центру мы не подбираемся то есть вот центр центр картины центр картины и не подбираемся к центру значит вот где то вот тут у нас будут заканчиваться задние горки будут заканчиваться здесь вот как мы сделаем верх как на фотографии как нам нравится это без разницы опять же такие как как хотите мы можем часто я выдумываю что это свои горы также вы можете повыдумывать не обязательно делать все что мы видим то что мы видим на фотографии за исключением если вы где-то побывали в отпуске и какое-то знаменитое может быть хорошее место где вы где вам будет эта картина напоминать все время там где вы были здесь конечно нужно потрудиться и немножко сделать так как будет как будто бы ну может быть даже скопировать стоит вот в облаках мы видим тот же самый тон только он намного светлее видите вот те задние облака они все в принципе и вот есть хитрость здесь обычно мы высветляем если высветляем облака а здесь ну точнее высветляем все в живописи маслом это такое одно из правил а здесь облака находятся те задние облака задний план они светлые там солнце с той стороны светит солнце и все солнечное попадает на задний план где-то вот после прохождения каких-то уже фильтров воздушной массы облака становятся красные вот там вот такие вот оранжево-красные может быть алые сделать их опять же как понравится но они здесь темнее и вот это темные облака вот эта темнота воздушной массы скрытая вот здесь на переднем плане она будет здесь вот мы будем наоборот рисовать сначала мы сделаем светлые а потом сделаем все темные уже по светлым облакам вот а хантемат сиськи у нас уже 25 плюсом сидишь слушаешь и спокойно хорошо что все таки что такое такая атмосфера у нас раньше было выходили на наш сервер и люди просто шутку может быть может быть шутку не знаю но пытались испортить это настроение сейчас довольно таки последнее время все у нас спокойно проходит это всегда радует 25 для сибири это конечно в это время года я помню май даже под ленинградом один раз один год я справлял день рождения в мае у нас городе бакистогорске именно в горах было уже так градусов наверно под 17 16 17 мы пацанами бегали купаться спасибо слышу донат пришел правда жалко что я не вижу кто потому что она не стоит но тем не менее большая благодарность доната вот и двадцать четвертого в день рождения через пару дней воскресенье вот и мы ходили купаться и в горах у нас лежал лежал снег ну на горы именно такие отвалы за того добывают бакситы такой город называется бакситогорска там мы купались и лежал снег поэтому для сибири конечно плюс 25 и сейчас это же время это очень жарко да так ну что с продолжаем здесь еще будет немножко немножко потом в конце я сейчас пока пока не трогаю в конце мы еще заберем немножко потому что этот план укидается сразу нам сюда к нам выходят на передний это не уже и сейчас я возьму чистую кисть любую строительную для облак порисуем облака давайте заведем вот тот задний план нам нужно нам нужно будет белила сейчас наберу беллю нам нужен красненький вот этот красным быть с красным будет очень аккуратно потом то красного быстро быстро нам может все попортить нам нужно туда чуточку вот этот желтенький поэтому здесь все цвета хороши и желтый нужен и белила нужны и такой красный нужен вот обычно это к фотографии прикладываю примерно смотрим так чтобы подобрать эти цвета здесь вот именно использовать надо либо фермион либо какие-то светлые средние красные обязательно фермион можно как бы не светлые взять и желательно не такой желтой а двух и тепленький это может быть индийская это может быть сейчас я посмотрю у меня как-то написано что это средний на не тот свет оказался можно можно за отсутствием на диске езда это будет потеплее да это потеплее можно охру использовать такой тоже неплохой цвет будет сейчас я все-таки попробую подобрать сначала красненький желтенький у нас получается оранжевое смотрите красный желтый с красным только будьте аккуратнее красный он сразу может попортить весь цвет такой вот вот даже вот этот смотрите вот здесь вот получается и где-то вот в облака вот смотрите он прям подходит вот сюда этот цвет и здесь вот на задних планах его можно прям вот прям вот сюда положить сразу да теплый желтый он получше будет сейчас я замешаю вот если нет если у вас такой светлый то охрой можно охру либо коричневый чуть-чуть добавить вот и в этот цветик обязательно немножко сейчас прижелтим ой приблизим такими облилилами все так вот нужно путем поисками художники всегда ищут всегда у нас нет такого чтобы мы раз и сразу нашли и правильный цвет нет мы всегда ищем его вот бывает что вот не подходит вот это тут уже практически ну не практически а стопроцентно даже то что я с фотографией сразу по картинке я не знаю на компьютере наверное по-другому чуть будет а ну и уж тем более веб-камеры они искажают я знаю что искажает поэтому особо если мы даже не попали в тот кто-то нужный нам цвет ничего страшного примерно он должен быть примерно здесь вот ближе к линии горизонта сюда здесь чуть-чуть светлее поэтому мы затаскиваем сюда чуть-чуть свет все то же самое красный красный теплый желтый любой и немножко с добавлением винил сейчас мы выйдем на этот фрукт вот а в германии да уже у нас здесь сейчас уже хорошо тепло очень тепло даже еще не лето как говорится зоя спасибо вам тоже что вы приходите учиться рисовать ну а иначе зачем бы мы это делали вы приходите к нам кто-то спонсирует наш канал кто-то кто-то нам помогает донатиками но просто просмотр это тоже какой-то небольшой плюс так что там в будущем потом работает после обработки видео работает реклама естественно какая-то копеечки там на рекламе падает но это же не секрет все это понимают что вам хорошо и нам хорошо вам нужно нанимать репетиторов платить за образование на кто-то просто проходит про проводит время провождение такое вместе с нами потому что я многих знаю которые не рисуют но им нравится просто смотреть как художники работают и вот я сейчас аккуратно аккуратничаю не подхожу я сразу здесь и кистью буду сейчас все это делать и для начала я все-таки аккуратничаю не сразу я лезу сюда к синему видите какой я хитрый к синему я не подхожу потому что синий сейчас не сразу все испортит вот левая часть видите она тоже такая те задние планы они они именно вот здесь больше красноты так что здесь вот три цвета красный красненькие желтенькие глила делают свое вот так тихим сапом свое дело если вдруг есть такой момент когда на границах много краски здесь вот самое пограничное состояние сейчас мы должны будем с вами его исправлять делать я вижу что вот здесь у меня много краски я ее просто-напросто вытру так чтобы не было такого прямо резкого перехода с желтенького на синий чтобы не получилось вот это вот грима если она будет немножко изгленить я на многих работах и даже на работах классиках наблюдаю такую ситуацию где художник смешал синие с синие смешали с желтыми и получилось такой вот невыгодная невыгодная зелень зеленца такая вот чтобы этого не происходило слишком сильно у меня рукой там упал вот краска полный мешок с краской сейчас я это мешаю а вот и Нью-Йорк с нами Нью-Йорк же совсем рано у нас еще ранее ранее утро да надежда а что мы рисуем закат или восход без разницы что здесь я даже не знаю утро это может быть может это закатом быть давайте сначала порисуем посмотрим на что это похоже что это будет похоже так ну что ж мы снимем хорошо а кисть лучше поэтому я все таки сейчас заставлю мои кисточек работать ну и начнем сейчас все это смешивание все сейчас я буду не вертик не вертикально не каким-то боком вот так а именно строго по горизонту работать вот эти вот штрихи у меня должно быть горизонтально почему потому что это все таки задние планы тем более там есть облака и они они у нас вот сюда прям под горы подходят вот мне нужна как раз таки сейчас эта тонкая кисть чтобы чтобы прямо вот сюда их загнать этот цвет немножко надо смешать сейчас всю нашу всю палитру которая сейчас у нас находится на на холсте поперемешать и сейчас начнем наводить вот это вот сейчас у нас есть только пятнышки у нас нет никакого такого никакой пока перспективы нет кроме вот как по этому темному синему мы видим только частично перспективы уходящего до неба нужно еще всю перспективу облака подложить поэтому рисуем ну а то что получится восход или закат я не думаю что нужно так сильно зацикливаться на этом может быть здесь все что угодно так чтобы не видно было вот и плавненько сейчас начиная все таки вот это вот наводить порядок на холсте он нам сейчас нужен понадобится мы можем так чуть-чуть уйти основные блики те которые будут уже в самом-самом конце у нас это уже покажем уже в самом конце когда вся работа прописана допишем уже доработанными бликами так сейчас я справлюсь с этой горочкой сначала и вот краем кисточкой захватываю горы и они так вот сливаются у меня немножко они становятся такие размытые на задних планах сейчас я с этой стороны также немножко наберем чуточку светлых сюда вот за задний план тоже немножко вот так пройдемся по краю между между небом вот этой кромки горы она должна быть такая вот немножко размытая в развитом состоянии кисть надо вытирать иначе она будет вот здесь вот я сильно ушел и сразу пропадает и задний план немножко исчезает ну чем дальше находится гора тем она больше в принципе размыта в этом плане поэтому здесь конечно все зависит от вас как вы хотите сейчас я всю границу вот это немножко смываю так краснотные суда делаем там какие-то какие намеки на то что там нет ни одно такое вот замазанное пятно создается вот этот эффект эффект задних планов что там там что то есть там какие-то скалы может быть может быть еще что-то и вот это состояние оно не неоднородное то есть там переходы где-то синий бликует где-то будет бликовать красненький коричневый где-то чуть чуть темнее синий играет вот это вот состояние нужно задних планов передать сюда не знаю насколько камера сейчас передает но постараюсь коронка здесь вчера был практически летний день 23 но видите вся земля все-таки по всей земле андрей к нам присоединился к детским сочетание цветов вот по сочетанию цветов мы сейчас рисуем задний план пока обычно я так не делаю обычно мы начинаем высветлять картина здесь будем затемнять то есть на свет дарить темнотой так как за задние они все-таки там светлые на свету находятся поэтому приходится их такими рисовать приходится вот такой оранжевый алый оранжевый цвет подбирать на задних планов сейчас и потом все все перекроется все но сейчас мы должны понимать что здесь у нас и потом бликами сюда сам конце еще пока бликов видно еще нет их сейчас вот работа именно рассчитана на новичка любой новичок когда не работал еще с кистями с ни разу не пробовал себя в живописи это работа для вас ну и и уже как я рассказываю здесь в принципе опять же таки вот к этому подойдет и справится я думаю что справится каждый практически ничек нет здесь ничего сложного марина мария земля крутится поэтому белоруссия сейчас все равно попадет в этот тепловой трон дойдет дойдет до вас естественно дойдет никуда не денется белоруссия тем более снизу вами тепло значит куда-то холод уйдет либо он идет на север либо он пойдет влево или вправо скорее всего вся погода идет к нам сюда внимание в эту сторону все идет милану повелку там же тепло должно быть сейчас я думаю не должны 25 это нормально для милана температура такое время картошка картошка растет это естественно так вот этот смотрите какое здесь вот синий помните что здесь было здесь вот этот был цвет фиолетовый и вот этот цвет и вот он грозовой фон да ну то что здесь вот сейчас наступает сейчас возьмем немножко сюда белье и пачкаем вот это вот краска она здесь должна у нас испачкана вот такая не синяя даже вот этот наверное лучше будет вот вот сейчас мы его запачкаем испачкается краснотой краснотой сейчас краснотой запачкаем ой это слишком у нас получился красным вот делал делал и все переделал ладно ладно еще раз ну-ка если немножко сюда желтенького то конечно здесь получится немножко такой но в принципе он тоже подойдет вот я подобрался практически к нему только немножко белил потому что это темный значит смотрите красный синий немножко капельку совсем вот этого желтого оранжевого захватил не так чтобы он зеленил а так чтобы он был таким таким грозовым вот он серенький такой немножко он даже где-то фиолетит где-то немножко синит и берем мягкую кисточку и вот то что мы видим грозовое облако она подкрадывается вот сюда к самому верху потом идет здесь вот так вот нужно все задавать такими такими вот журавликами выбирать выбирать где-то он подходит прям к синему сюда дальше набираем здесь вот давайте вот это все заточкаем дело к смешиванию еще подойдем сейчас только вот пятно но пока не перемешиваем между собой пока только так примерно где мы его можем там захватить выхватить писать оставляя вот эти пробелы потому что мы не закрашиваем полностью теперь теперь вот именно задача какую-то создать вот это вот грозовое облако морское грозовое здесь видите она сюда подходит у нас прям в краю весь край именно здесь в таком таком цвете будет ну не торопясь никто не торопит вас со мной у вас всегда масса времени вы можете не торопяясь писать кто-то повторяет и прям вот шаг за шагом можете вместе со мной написать такой несложный морской приключенческий пейзаж сильно краску здесь не уже не разбавлять потому что она должна быть такой не жиденькой и должна уже быть такая чуточку ох много теперь перенога задавили сюда этим зеленым ладно возвращаемся сначала красные темные такие получились а вот видите тучи темные здесь они больше краснят чем здесь и даже может быть и вполне будет с этой стороны хороший цвет вот тут вот те задние точки которые нависают над над задним задней горочкой вот много тоже набирать не нужно и примерно вот сейчас окна можно переворачивая так кисточкой где-то не торопитесь друзья не торопитесь не торопитесь часто пишут что-то там это не то это здесь не поход все придет сейчас мы положили краску на нужные места сейчас точнее мы это делаем справляемся с этим и потом начнем с этой краской работать сейчас то что я пытаюсь сейчас делать это как раз таки вот таким способом задние облака они всегда такие вот узкие если это облака на большое она перед нами она близко то те задние задние облака естественно они такие вот очень узенькие конечно не нужно их так шокими широкими писать так ну и как я уже говорил это все примерно делается это не обязательно прям вот стопроцентное попадание делать примерно так чтобы у нас было по-своему может быть даже не обязательно как там но должно быть так вот какой-то интерес создать никак на фотографии не сто процентов нет такой задачи повторить фотографии если бы у нас была задача прямо сто процентов попасть тогда да а такой задачи не стоит задача сейчас показать как легче как проще написать такой вот морской пейзаж с примерным примерной темы а а это это его спрашивает что использую только только на масло только растительное масло да и пишет растительное масло больше ничего не делаем не пользуются ничем это такой способ сердитый и самый наверное дешевый но если вы знаете дешевле напишите я не знаю дешевле вариантов растительное масло и краски больше ничего то останется все в свободном доступе так все останется ничем скрывается все как обычно все как обычно кто впервые на нашем канале не знает этого но в основном конечно у нас все так остается ничего не скрывается полистайте вот у нас на канале более там я не знаю сколько там 400 500 видео 500 стримов точнее и все это в открытом доступе естественно вы все можете смотреть вот в самом низу я здесь вижу более такой спокойный вот здесь наверно чуть-чуть и зацеплю сюда белье и он такой вот немножко можно голубенько чуть-чуть голубенько вот этот даже цвет вот самый такой оптимальный прямо туда под горизонтик видите там есть 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 такие облачка но они один тонн спокойнее сейчас мы их сюда тоже сюда под горку туда подвести так и ведем их ведем их вот сюда наверх вот здесь они будут вот тут между желтым между желтеньким и вот этим голубеньким сверху более таки спокойно они так по прозрачные здесь эти облака поэтому мы их сейчас сюда сразу кинем и они не сильно так вот если без бликов смотреть то они конечно посветлее чем чем вот эти облака на тоннчик на тоннчик там есть еще розовые вон туда розовые оттеночки их тоже добавим потом главное не забыть про это все дело так вот здесь где будет находиться палуба и корпус корабля здесь тоже можно все это дело так вот перекрыть вот эти внести вот эту облачность а вообще многие картины где сочетание именно где сочетание желтых и синих они в основном все в основном все абсолютно все картины смотрятся очень так симпатично очень симпатично смотрится поэтому есть сложность в их написании иногда нужно выжидать много времени для того чтобы подсох первый слой можно было работать товарищи вот но масса способов где можно схитрить вот как мы сегодня делаем где есть и желтые есть и и синенькие но есть между ними есть такие переходы которые позволяют сочетание получить на работе несколько оттенков где-то можно еще углубить будет в конце будем делать сейчас сначала плавненько плавненько подходим вот сюда на синий фон на синий фон тоже попадают облака вот те облака которые приближаются к нам они становятся естественно такие уже чуть-чуть шире те узкие которые там далеко далеко а здесь уже пошли становятся облака на них вы тоже видите есть кромка света кромка бликов вот эти с бликами мы еще не готовы пока пока не готовы все постепенненько тогда точная живопись сколько угодно у нас на канале есть негативморты и жилопись и даже пастельная работа у нас есть Ирина Ткачева впервые на канале добрый день Ирина смотрите надеюсь что я все таки постараюсь вам показать сегодня с ней работают настолько настолько насколько ее возможно проще написать вы все таки возьмете кисточку и краски в руки в руки и краски для того чтобы попробовать от себя двигаться так у нас тоже будет все это дело спрятано темные 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 клубы ну и можно вот тут в принципе уже такое сделать некое такое сейчас я вернусь к растяжке примерно сейчас чтоб я понимал что потом успокаивать облака должны так вот попушистить поэтому сейчас они не пушистые немножко нужно попушистить в некоторых местах Татьяна с нами ага Татьяна присоединилась так все плавненько плавненько потихонечку рождается ну и как я говорил вот здесь вот есть у нас переходики от светлого к темному и нужно естественно так немножко по границе поработать для того чтобы эту границу поперемешать ну и загоняем один цвет в другой вытирая кисть можно мастихином попробовать можно можно здесь все делается на ваше усмотрение как вам больше понравится можно кисточкой вот так или все время так вытирая можно даже вот мы набрали например вот этот цветик и его куда-то еще внедрить например вот сюда внедрить вот где-то мы видим строгие такие резкие переходы там нужно оставить их а где-то есть конечно такие вот мягкие вот как с правой стороны здесь сверху есть именно такой светлый мягкий переход идет в угол таким же его оставляем мягеньким пушистеньким вот и нужно будет сейчас усиливать вот те места где мы сейчас видим вот какие-то резкие какие есть где-то светлый падает девичок вот допустим я сейчас уберу надо сейчас уже убили все а белила нужны уходят в 2-3 раза больше всегда уходят белила у нас быстрее поэтому белила покупайте в магазин приходите берите в 2-3 раза больше белил с трех основных цветов можно начинать вот в некоторых наборах даже почему-то очень грустно бывает когда по наборам красок продают наборы а там один или может быть даже два то по отношению к краскам два тюбика белье а то и один тюбик и конечно же новичок покупая набор красок не зная этого приходит домой начинает рисовать белила уходят сразу не все продавцы нам об этом говорят очень часто нам просто впаривают и новичок не зная этого приходят покупает краски сразу 128 цветов вам это нужно и человек думает что да действительно нужно 128 цветов берет огромнейшие наборы мелких тюбиков по 15 миллилитров тюбики где с этим набором практически ничего не может потом сделать нужно постоянно докупать не хватает краски более того новички начинают путаться и не понимать что делать с этими красками бывает так что делают сложные и потом с этими замесами начинают буксовать особенно на следующий день когда нужно получить тот же самый замес порой бывает очень сложно добиться того же цвета потому что нет опыта так так что начинайте со скупых наборов вот у вас есть какой-то скупой набор допустим те же три цвета скупой набор масляных красок вот и пробуйте скупой 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 пять 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 попробовать нажать бывает колонки не включили люди знаете сколько так бывало приходят вас не слышно потом вас не слышно да пошли вы и потом люди даже обижаются оказывается все слышно у человека просто колонки выключены и такое бывает и бывало уже почему бывает бывало на самом деле так что у нас на канале могут легко послать зрители не разбираясь даже причин так сейчас я пытаюсь вот что я пытаюсь сделать видите вот там есть такие некие такие брички вот сейчас я беру здесь посветлее ну то есть здесь красный красный белило много я сейчас красного взял видите красный белило желтый и получаем такой больше белью больше белью с равной с фотографией вот те те блики где я вижу сейчас вот эти блики сейчас они тоже здесь важны и поэтому я сейчас укладываю сюда места и если вы заметили я не останавливаюсь на каком-то одном месте вот у меня есть незавершенных много мест я делаю не зацикливаясь на этом завершенном месте а именно двигаемся по всей работе где-то 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 вниз уходим где-то вверх опять поднимаемся так чтобы все время передвигаться по работе не останавливаться не зацикливаться на одном месте если мы будем это делать будем зацикливаться то а так устроен что просто напросто замыливается или картинки я присылал когда глаз замылился у художника вот и мы начинаем начинаем фальшивить фальшивить ну хорошо или это плохо не знаю но так вот бывает напишите кто будет рисовать сегодняшнюю работу так что у нас тут светлана пишет что слышно нормально у меня по приборам пока да я в принципе могу еще вытащить звук но он работает так вот желтый точнее почти до ноль ноль. Кто знает, что такое, уже я прихожу, подхожу до минус десяти, минус пяти вот в этих правилах. Ну а после нуля начинается искажение, поэтому иногда бывает такое. Я не хочу, чтобы потом при просмотре были покрустывания, поскрипывания. Будет очень неприятно, конечно, если такая запись, она потом будет просто портить эфир. Так вот, здесь я стараюсь сейчас взять этот цвет и сотни раз по нему возиться, только один раз проходить. Если мы начнем сейчас с этим цветом работать, вмешивая синий и синий назад, то получится грязь зеленая. Будьте осторожны, здесь вот одноразово проходим, просто одноразово. Вот этот цвет, вот этот цвет берем и вытаскиваем его вот сюда, но вытаскиваем один раз, вот так, плоской кисточкой, вытаскиваем на синенький и просто как бы одноразово вот такие вот. Он получается у нас вытащен, и там есть вот в этом облаке, то что вы видите, оно не строгое, не строгое такое облако по границам, поэтому там есть вот эти выпады такое на синее небо, и они такие, ну, создают некую такую пушистость. Даже можно еще, опять же таки, на усмотрение, на усмотрение, если вам хочется, вы можете. Здесь вот я вижу прямо светлое-светлое такое, да. Ну, не обязательно, не факт, что мы нарисуем то же самое, не обязательно, как я уже сказал, мы можем по-своему сделать и как нам понравится. Как нам захочется. Иногда с помощью пальца можно прямо вот успокоить краску. Кто не знает, это такой один из самых, наверное, таких инструментов у художника, когда периодически мы можем вмешивать в руку, то есть в работу, вкладывать еще вот рукой вместо кисти работы, помогать рукой. Так, вот тут светлый проходит. Также не перемешивая так сильно, но там есть некие такие... Но не чистое, во всяком случае не чистое это облако, ни одного такого тона. Там есть тоже переходики прямо по облаку, они идут по облаку сверху. Ну, так плавно начинаем рисовать то там, то здесь, то сюда, то еще возвращаемся где-то. Начинаем записывать небо. Пока мы не справимся с дальним планом, мы не перейдем на переднее. То есть все у нас сначала поэтапно должно идти. Ну и где-то пушистым, естественно. Не оставляем эти облака прямо вот такими, такими колючими. Не знаю, эти бумажка. Такое, где попушистить. В чем интерес вот именно этой картинке? Здесь можно поучиться пописать, именно пописать облака. Именно небо, облака, оно... Мы делаем вот на мастер-классах иногда прямо только занятия у нас, мы пишем облака. Поэтому здесь вот в этой работе, помимо того, что мы еще напишем море, морское, гладь, мы еще сделаем облака, поэтому вот здесь вот очень интересно в этом плане посмотреть, как это делается. Ну и вот новичку бывает очень так даже... Очень так даже... Хорошо... Узнать некоторые вещи, как это прописывает. Как правильно делать. Не обязательно делать это, как я делаю. Художников в интернете масса и много. И я даже советую поискать для себя. Если вы обучаетесь живописи, то поищите. Поищите художников. В частности, у нас на канале много хороших художников. И сильных художников. Я именно и веду по... Речь о сильных художниках. Немножко я беру вот этой темной красочки. И вот смотрите, даже вот здесь вот это пятно есть, да, вот у нас одно пятно. Но она немножко проработана. Но там есть облако, которое заслоняет задние облака. И в переходах получается, что есть вот такие более темные. Находят вот такие темные друг на дружку переходики вот такие есть. И также мы их сейчас задаем и тут же сглаживаем. То есть нужно немножко их так снимать. Немножко раздавить эту краску. Так, чтобы она сильно не выделялась из других оттенков. Видите, попало больше красного, я здесь зафиолетил. Ну не страшно, пускай фиолетит. Фиолетовый тоже здесь будет смотреться. Раньше, когда я не рисовал так вот, непрофессионально к этому подходил. А еще в школьные годы, может быть, я никогда не наблюдал за природой. Сейчас уже вот, когда человек начинает писать, рисовать, увлекаться живописью. Почему говорят, что... Ну кто-то говорит, что художники они ненормальные. Кто-то говорит, что художники смотрят на жизнь по-другому. А доля правды в этом есть. И я вам расскажу этот секрет. Почему? Почему художник смотрит другими глазами? Потому что попробуйте. Если вы никогда не писали и вы начнете рисовать, у вас отношение к жизни меняется. В том плане, что вы начнете, может быть, даже философствовать где-то. Может быть, просто для себя вы заметите, что, выходя на улицу, вы не просто смотрите на этот мир теми глазами, как обычный человек смотрит. Вышел на улицу и ничего не видит, что происходит вокруг него. Есть облака и есть облака. Водичка в речке, огонь в костре. И все. На этом прекращается наблюдение. А вот когда человек рисует, он начинает наблюдать. Вышел и думает, мать честная, какие облака красивые. Раньше никогда не замечал этого. Или какой-то блик в небе что-то появился. И какая-то мелочевочка начинает тут же бросаться в глаза. И человек начинает наблюдать. То есть художники, они более наблюдательны. Вот и все. На самом деле, такой же человек ничем не отличается от другого, только наблюдателя. С самого выхода из подъезда начинает наблюдать. Как цветок растет, как веточка расположена у дерева. Вот, собственно, и весь секрет, почему художники немножко по-другому смотрят на этот мир. Может быть, чуть-чуть другими глазами. Теми же самыми глазами, только для себя же мы вытаскиваем. Как нарисовать, например, небо, как нарисовать воду, как показать блики, как что-то с чем-то. Как дерево, тот же лес на данном плане. Просто наблюдать. Кофе, кофе это главное. Вольный пист, я пробую. Слышно видно уже хорошо, уже отлично. Уже значит все отлично. Так, ладно. Мягчим. Сейчас я еще помягчу кое-где. Все-таки схитрю я немножко с помощью руки. Так вот, очень-очень легко. И попробуйте. Девчата, некоторые приходят на мастер-класс и все. Вся картина руками пишется. И у меня есть, кстати, на канале, можете посмотреть, есть картина написана полностью руками. Ну там, бумажкой и пальцем. Без кистей. Как пейзаж. И довольно-таки очень интересный. И можете тоже попробовать. Потому что... А, было сделано этот мастер-класс для чего вообще? Потому что мне многие пишут, что все-таки у вас кисти какие-то другие. Мне даже пытались... Некоторые пишут, вышлите мне ваши кисти. Вот я здесь не могу таких кистей найти. И понятно, почему у вас такие мастер-классы получаются в такие картины. Потому что все-таки не у всех такие кисточки есть. И вот мне надоело просто отписываться. Я сделал такой мастер-класс и показал, что в принципе можно писать. Не обязательно иметь хорошие кисти. Я пишу в основном мукостроительные. И даже вот я вам расскажу секрет. Вот я беру строительные, потом ее вот так обрезают. Какой секрет? Получается жесткая. Здесь она длинная, она мягкая. А жесткие у меня получаются обрезанные. Вот она обрезанная. Она жесткая кисть. И довольно-таки жесткая и хорошая. Смотрите, она как щетина. Вот эта жесткая кисть получается из мягкой длинной. Вот такая мягкая длинная была. Я ее обрезал. А эта мягкая, да, она мягкая кисточка. Мягкой хорошо писать какие-то пушистости такие показывает. А жесткая уже естественно. Жесткая уже естественно куда-то прям вот вбивать. втирать хорошо в холст жесткая кисть. Вот. А потом я беру старые кисти те, которые они также нужны. какие-то тоненькие нужны обязательно мягкие. И нужны кисти синтетика. Вот я синтетикой пишу. Круглая нужна синтетика. И что у нас еще? Какие-то плоские синтетики вот такие синтетические. Мягкие синтетики. Ну я беру синтетику вот да винчи, потом беренисас. Тишки они хорошие. Вот. Но без разницы опять же таки какие вы будете брать для этих шевер. Это уже на любителя. На любителя. Абсолютно на любителя. Так вот тут мне хочется потемнить эту часть неба. Немножко я красного. глушительное такое красного положил в этот цвет. Вот все. Скоро уже небо будет покончено. Только окружающим тяжело понять плоских людей. Ну да конечно если ты как баран встал посередине улицы и стоишь на небо глазеясь вытащил язык. То окружающие могут подумать и все хорошо с человеком. А так то конечно чем мы отличаемся? Да ничем. Ну такие же люди так же кушаем, так же все делают. Единственное что ну да наблюдатели стали и все. Ну и можно в творческой семье вообще и дети они же так же воспитываются. То есть мы идем по улице. Вот я иду с детскими Андрея. Смотрите здесь. Вот точно. И начинают потом уже самостоятельно. То есть пап смотри а там вот так. Я говорю да 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 да. Вот а мы раньше же часто занимались. То есть вот сейчас такого уже нет. Раньше ходили у нас и кружки какие-то в школах были. И дети чем-то были постоянно чем-то заняты. Не было такого чтобы мы где-то болтались просто так без дела. Родители работали. А дети всегда и в пионерских лагерях и в какие-то кружки после школы. И потом там масса каких-то занятий. Еще что-то. Еще что-то. Кто-то спортивный кружок. Это я вот лыжами занимался. Бегал по 25 километров каждый день на лыжах. На соревнования, выступления. Люди были заняты. Не было телефонов, интернетов. Никто не сидел в этих гаджетах своих. Читали книги в свободное время. Редко телевизор смотрели. Помните же такое время было. И люди духовные развиты в этом плане. когда больше отдавали времени природе. Но не тому что сейчас в интернете можно. Чему можно научиться кроме как плохому. Мы стали все зависимы от этого. Что не говори. Сейчас такое время. Так, вот тут немножко я сказал, чтобы не забыть. Сам начинаем забывать. Там есть такой розоватый. Розоватые оттенки облак. Так. Ну она есть везде. Вот эта розовость. Розовость ее. Она везде подыгрывает. Может быть, вот эти светлые, а розовые сюда лучше подложить. А светлые уже, если то только в самом конце. Здесь у меня немножко по-другому никак на находке получилось. Ну, пускай там будет. Мария пишет, что часто сталкивалась с тем, что, начиная людям рассказывать, что нарисовала какую-то картину, а реакция как будто ерунда задумалась. На самом деле, если вам будет рассказывать про КТ-318 транзисторы или какие-то тиристоры, как вы к этому отнесетесь? А есть же люди, которые садятся и, не отключаясь на эту тему, могут разговаривать часами, сутками. Или там, я знаю, вот девчат, творческие вроде бы, но в другом направлении. То есть, там, там, ногтеники, например, или кто-то другие. А, кто-то выжигает, кто-то... А, что-то у меня зависло, что-то не тому. Секунду. Нет, эта камера не нависла. Нижняя у меня висит, да? Там, напишите мне, друзья, да? По-моему, висит камера. Да. Алло, ты где? Что у нас здесь происходит? Да, здесь есть камера. А я не видел. Я не видел, почему она висит. А, она, по-моему, зависла полностью. Где же ты, где же ты, где же, ну-ка. Ага, как делать, да? А почему вы мне не написали, что у меня проблемка идёт? Мария, у нас город вообще 15 лично следует. Три художника, но в городе. Ага, иди теперь, да, занесла. Ага, иди теперь, да, занесла. Друзья, я вижу, привет, привет. Я появился. Я с вами. Ну, видите, как интернет сегодня работает. Он может нас наказывать вот так. Ну, хорошо, что я заметил. Это бывает. Ушёл в себя, и до конца выступления. Это хорошо, что ещё, если эта зависла, а вдруг может зависнуть другая. Всё, выступление провёл, а тебя никто не увидел. А может звук пропасть. И тогда хана. Вроде бы сегодня, на сегодняшний день у нас вроде бы должно всё работать так вот, как нам обещает техника. Но техника иногда выключается, и мы тут ничего не можем поделать с этим. Ну, слава богу, что я вовремя посмотрел. Вот народы на улице ходят. У нас сегодня жарко в сип-шортиках. Так, а как раз у нас тысяча, тысяча семьдесят, или сто семьдесят, точнее тысяч. А я тут, а что? Кто-то пропустил, друзья? Кто-то пропустил, не знаю что. Не знаю что, но что-то пропустил. Ну, в общем, ладно. Так, вот тут сейчас я ещё чуть-чуть я с небом. И всё, не буду вас больше мучить по небу. Дальше сами. Дальше самостоятельно. Думаю, что в общем, конечно, вам понятно, что не так всё сложно. Вот, если шаг за шагом, пошагово, то надеюсь, что, во всяком случае, надеюсь, что у вас, у новичков может получиться, и не хуже может получиться не было. Не должно быть ничего страшного. А, по населению, да, сто семьдесят, сто семьдесят, по отношению, конечно, пятнадцать тысячи сто семьдесят. Вот, в таком я маленьком, у меня маленький городок, я сам родился в маленьком городке под Ленинградом. А, ну, тот городок чуть побольше, где я сейчас живу. В Питере я частенько раньше, ну, частенько мы ездили, любили бывать. А, жил и родился я в маленьком городке. Вот, кто сейчас смотрит, может быть, из Бехстаглазка знает меня. Вот, и, приехав сюда, здесь вот, в Германии я также попал в маленький городок. Живу в маленьком, хотя меня, вот так вот, приезжают ко мне со всей Германии, так порисовать, если кто меня знает. Ну, не только с Германией, но иногда встречаемся. Мои ученики приезжают со всего мира, и с России приезжают. Я приглашаю, вот, если у вас, любого из вас есть желание, если возможность прилететь ко мне, то... 39 евро стоит сутки гостиница от 39, там есть за 40, есть чуть подороже. Недалеко от Штургарта аэропорт, если кто-то с другой страны, я также могу встретить по аэропорту. Никто не знает языка. И вот так ко мне бывают и с России уже неоднократно приезжали, прилетали. И, в общем, и с Испанией бывали, и с французами у меня бывают. С Норвегией часто приезжаю, здесь Норвегия недалеко. Так что вот как карантин закончится, всем добро пожаловать. Все контакты есть мои под видео, вы можете найти наши группы, во всех группах я там также модератор, как и наши художники. И вы можете посмотреть, там есть сайт у нас, на сайте зайти, там все контакты есть, как мои, так и других художников. Можете посмотреть, связаться с любым художником, со мной, написать, что если есть желание порисовать. Я хотел в этом году провести мастер-классы в Питере, но сами понимаете, что все вот так вот, к сожалению, не получилось. Не получилось, и в этом году не получится. Наверняка я приеду в следующем году, если все по-хорошему. Андрей пишет, что в Норвегии хорошо, там большая зарплата. Знаете, я скажу, что по зарплате, вот многие не знают, что зарплата, она да, она выше, на самом деле, если сравнивать зарплату по зарплате, например, от других стран, это все понятно. Канада, Америка, Германия здесь чуть-чуть по-другому зарабатывают. Но здесь и коммунальные услуги, и все остальное стоит не ровно столько же, сколько заплатить, например, за аренду в России или за аренду здесь. А в итоге получается, что вроде бы зарплата хорошая, большая, а пока ты за все заплатишь, за все страховки, за все налоги и все остальное, ничем не остается и по уровню, и по смыслу вообще. Так что сравнивать зарплаты других стран, если мы там не живем, то это все это демагогика. А когда окунаешься в эту сферу, думаешь, блин, ну тут реально зарплата одна, а пока ты за все это уплатил, и все, ничего не осталось. Думаешь, так же, как же. А надо еще все купить. Пошел за продуктами, 170-160 евро отдал, на неделю тебе только хватило. И это так, это не шикует еще. Это основные продукты. Так, что у нас тут, ну вроде бы все хорошо. Есть такое нежное, желтенькое, светлое пятнышко на снизу, справа это чистое такое небо. Сейчас я его еще немножко уточню, и вот здесь я освобожу. И мы можем приступать, в принципе, к инфляции морских моря. Нас ждет море, друзья. Так. Освобождаем палитру. Палитра вот так же чистится, это такой же холст. Я его маслом поливаю потом в конце, ну беру масляную салфетку и прям масляной салфеточкой почистил. И тут же можно рисовать, в принципе, следующую работу. Ну вот если масло окнуло, сейчас вам покажу. Я не буду потом в конце это делать, ну чтобы вы знали, что как можно почистить. Вот так вот видите, и все, она очищается и уже готов, тут же готов к использованию на следующую работу. Так, 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 так. Так, ну да, много, конечно, еще тут не доделать, всего такого, что можно еще дописывать будет, но это потом, потом, все, потом, все, потом. Так, так, так. Так, такие значительные уточнения. Можно даже вот, когда пушистить, можно рукой так же сделать пушистые облака. А, и вот с этим я уже не закончил. Так, да, да, тут вот еще не дописано. Так, вот много еще. Такие вот протяжные облака. Я заговорился, не доделал вот здесь задние. Отлично. Так, так, так. вот так если конечно поаккуратничать то можно еще более реалистично написать вниз облака он имеет такую тяжесть поэтому вся тяжесть она ложится вниз сюда под облако ну и нужно понимать что там те облака которые вдаль уходят они такие коротенькие становятся их там много такие прямо широкий как здесь на переднем плане вот основная основное мы создали такую ситуацию где из чего мы можем формировать дальше всю нашу работу все остальное уже в дописке вот когда уже вся картина готова и мы все видим в целом когда мы будем все рассматривать всю работу вместе с морем вместе с сотене нашими деталями то мы можем уже конечно еще несколько часов потратить на то чтобы работу дописать но усовершенствовать вот сейчас мы делаем это как бы предварительно у нас есть весь рисунок и мы видим предварительный рисунок где мы можем что на нем еще доделать здесь вот такое сложное получилось небо в том плане что перелистываются разные цвета их очень много тут и то что вы видите и облака в разных переходиках в разных тоновых оттенках вот сама суть она здесь уже задано поэтому сейчас мы можем легко потихонечку переходить на морские планы вот сейчас я поровняю еще раз горизонт чтобы к нему уже больше не не возвращаться я возьму такую немножко зеленая вот здесь вот желтенькая она попала сюда синенький вот по итогу здесь буквально только вот эту часть небо где мы можем чуть-чуть поровнять ну да ладно и точнее желтенький добавляю синенький чуть-чуть приподниму потому что желтый весь я уже внес немножко сюда и получилось у меня здесь есть конечно еще один способ это что-то можно наклеить типа бумажку какую-то и сделать сначала линию горизонта но мы не приходим к этому мы стараемся вот всегда каким способом написать где-то заваливается то еще можно добавить доработать и стоя стоя желательно есть такая возможность но если у вас есть такая возможность рисовать писать строит привыкайте к работа в стоя это очень важно важно не только в том плане что важно стоя важно что мы можем отходить и чем чаще мы отходим от своей работы тем больше мы можем увидеть какие-то ошибки здесь вот я сейчас беру вот этот остаток и вниз по картинке я вижу там ближний берег скорее всего там гора и есть вот этот бережок где там приколит вот этот желтенький цвет можно так вот переворачивая кисточку то есть набрана на кисть с разных сторон и вот когда ее переворачиваю стягивается со всех сторон кисти и получается такой вот эффект опять грязные потом смешанные опять перемешивается краска и когда мы переворачиваем кисть опять появляется у нас чистый цвет но можно отдельно еще блички вот такой рисовать то что сделать вот и именно намек на сначала задних мы начинаем планов и задний план прорисован мы можем переходить ближе ближе на передние здесь вот вся подложка она конечно темнит она скрыта и на этой темной подложке мы сейчас будем рисовать вот здесь частности на стороне где солнышко где свет надо будет еще берегу туда закинуть чтобы еще больше светило и полы как места там есть особенно справа выходил отсюда же прям конкретно свет тут я еще да можно краску до до использовать можно можно для использовать эту краску хорошо вот где где свет вот здесь там же на хоть и задний план есть но он все равно море немножко другой цвет туда можно взять сейчас я буду сразу рисовать все задние планы поэтому внедряем сразу туда вот этот желтенький желтенький синим вот он такой вот замес сделали точнее вот этот весь можно сюда забрать и он немножко вот здесь у нас звенит море оно не такое там синие она чуть-чуть можно даже вот этот фиолет и то есть красный перемешанный с ультрамарином получаем вот и кистью или испачканную желтым получается вот такой цвет как бы как бы такой зеленцой и не все закрашивать вот частично просто где-то выбирается где-то закрашивать что есть там у нас такое море в полосочку вот такое получается можно взять помягче немножко можно жесткой прям жесткой можно чуть помягче также синтетикой также можно круглой синтетикой ну тут вот сами попробуйте то у вас под рукой есть пробка момент это важно когда вы знаете подход к любому к любому инструменту и знаете как с ним работать если вы не имеете конечно нужно брать пробовать все различные только как можно научиться немножко можно даже подхолодить белилами получается только зеленый заново желтый синим получаем зеленый немножко туда чуточку белил чтобы он примерно вот мы когда подкладываем кисть подставляем фотографии что примерно бы о предметах хороший вопрос александр просто вы можете рассказать как выбирать на картинку и критерии вот с алексом мы недавно на эту тему общались наверное алекс интересно еще раз услышать по поводу всем зрителям наверное по поводу сюжет на самом деле нет никаких критерий нет на самом деле вообще никаких критерий почему потому что не бывает присылают и у нас вот часто сложности знаете какие сложности в том что много сейчас по авторским правам и просто право брать из фотографии многие фотографии защищенные точнее защищенная фотография и право и все и нельзя и использовать потому что потому что она защищена если мы нарисуем по ней чтобы в итоге а будет то что автор может пожаловаться и лучшем случае мы удалим видео в худшем случае получим штраф вот поэтому я многих я дружу с фотохудожниками у меня много фотохудожника в друзьях я в друзьях у фотохудожника точнее вот и мы как-то вот стараемся стараемся общаться и выбираем то есть я спрашиваю в решении у фотохудожника можно написать по вашей работе все и фотохудожник обычно соглашаются люди вот и я беру фотографии если она не понравилась вот иногда мне присылает то есть у нас есть чат дискорд вот вы можете подписаться на чат дискорд нам прислать фотографию дачный участок например или ваша фотография где-то одна в отпуске сделано где вы были может быть все возможности мы попишем именно по вашей работе таких работ у меня предостаточно здесь перед тем как писать корабль корабль на немножко так вот корпус корабля трудно уже лежит учение здесь но там вот перед тем как рисовать его есть еще вот этот красноватый я взял красный бедила немножко там жёлтенько чуть-чуть совсем и так вот под наклоном не строго по горизонту а вот так чуть-чуть наклона хожу рисую вот поэтому частично те фотографии которые уже есть мы можем поставить на какой-то с александром делали на голосование ну то есть кому больше какое какой-то за понравится такое рисуем вот еще я выбираю самое основное критерии это конечно так чтобы показать вот какое молодец нарисую именно вот такую картину я смотрю так чтобы проще было рисовать ученику это наверно основная вот такая основная критерий которым я использую свои работы иногда да я признаюсь что есть такие работы где они либо рассчитаны на новичка ну то есть вот вот эта живопись она в принципе рассчитана и может быть написано я думаю что она может быть легко написано новичком вот но есть такие работы где действительно очень тяжело и я сразу признаюсь что эта работа не для новичка она сложная мало-мальски если мы имеем какой-то опыт сами то в принципе можно справиться так вот здесь нужен такой море она немножко небо точнее она отражается и отражается там есть вот эти вот и и красные взял сюда побольше сидел и красные все такие все такие цветики где все это понадобится сразу определимся с камнями берлинская берлинская лазурь я сейчас скорее всего это берлинская лазурь я не знаю точно русская просишь по-немецки называется почитать в камеру то вот понятно что это прусть прустьян просишь просишь берлинская ли она я не знаю она такая вот между между фц было я покажу и фц вот кстати вот фц по-немецки видите как не точнее по английски пишется ну первое первое п и ц вот она понятно что это такая вот красочка также я пользуюсь ультрамарин или вот кобальт кобальт синие это тоже она больше к ультрамарина такая но она тоже имеет некое отличие от ультрамарина но в общем конечно ультрамарин и кобальт практически одно это практически даже есть есть ультрамарин есть такие письки прям ультрамарин влад приветствую так алик спросу что именно цепляет цепляет всегда степляет художника что такое вот когда есть вдохновение хочется что-то написать там какую-то девушку полураздетую мы же мужчины мы же имеем на это право поэтому нам нравятся такие картины но как в том фильме царь мы имеем желание да но нет возможности да так вот да все пишем все что угодно тут вот на заднем плане как это все мастер-классы тут где-то я вот писал значит поверну камеру если вы хотите сейчас покажем вот тут вот там вот по Адаму и Еву ой точнее да там есть Адаму и Еву и Гот то есть вот из недавних моих работ и такой вот по вдохновению да все что попадется так а спасибо за донат пришел и пока Андрей поможет не опять непонятно непонятно кто на нем ну тем не менее спасибо я почти набрал в целом материал вот эта полосочка она заряжена как раз на то чтобы то чтобы были возможности все время выступать не всегда была возможность потому что нужно покупать и материалы и краски и холсты ну и должно конечно еще желание быть выступить поэтому критерии вот такие так вот тут есть на чем я отвлекся я все отвлекаюсь отвлекаюсь двигаться то нужно здесь у нас смотрите нужно получить коричневый ну то есть я беру красный с красный синий получаем такой темный красный синий много красного пополам пополам если больше красного то получится такой в коричневый даже уйду темный темный при темном практически черный цвет получился если я добавлю сюда еще добавить желтый это получится прям в черной полосе нужна такая подложка вот тут я вижу делится на пополам ну вот в этот угол куда-то куда-то в этот угол уходит у нас камни и вот эти камни они идут опять же таки мы не повторяемся как захотим как они получатся хотим так хотим так вот этот угол можно там из угла вывести сюда здесь вот у нас есть вот эти вот прибрежные это не гифы а какие-то камни такие понятно остатки от скалы может быть примерно вот мы их рисуем как они могут быть здесь куда они могут идти но и естественно мы не задан этой целью чтобы опять же таки повторить фотографии у нас цель примерно показать что здесь вот есть камни какие-то и нам нужно на это место где где будут вот будущее камни расположены нужно просто вот эта подложка темная просто темная подложка представьте у нас есть на этом месте будет камни а сейчас нам нужно на этом месте просто задать вот эту темноту и прям вот кистью я заставляю вот эту темную краску можно даже больше чтобы не синело больше красноты темную краску сейчас я ее прямо сюда так вот заставляет прям писаться в холст там вот есть еще один какой-то какой-то камешек вот и тут есть вот эти камни которые будут будут прописаны в будущем сначала нужно задать вот эту темноту темный фон чтобы на темном фоне подписать камни и нужно избавиться от всей постозности сейчас смотрите она вся постозна у меня есть темный фон он весь постозный а теперь нам нужно все это сделать избавиться от постозности вот вот такую вот задали и все берем пряпочку берем просто-напросто вот эту кисть можно сухую также вытираем вытираем и потом еще раз вытираем и потом еще раз и все время выбираем эту краску так чтобы она чтобы это место было темным но не постозным так же легко с этой задачей справиться мастихином мастихином мы заставили эту краску туда прям вот вмешали ее по краям мы убрали нам мешается вдалили вот так как бы как объяснить так как утюгом мы гладим вдавливаем вот так в полс эту темноту она должна там быть но она не должна нам мешать потому что здесь мы будем на вот эту темноту писать камешки так чтобы можно было легко справиться с этой задачей написать нужно сначала избавиться от этой фастозности так же делается если мы лес пишем например какой-то кустарник дерево там глубокая темнота темевая мы можем так же таким же образом сначала темноту задать глубокие теневые и потом по глубоким теневым можно работать непосредственно светом листвой либо вот как здесь сейчас как на камне сейчас вы увидите многие не зная этого пишут сначала темную вот эту сделали а нам получилось что легла краска построена то есть много краски здесь можно вот так вот рукой даже попробовать поводить и должно здесь новой краски и вы сегодня если дальше приступаете к написанию по этой пути пути господи по постольности заговаривать по постольности когда мы пишем на живое то не всегда получается удачно краска начинает перемешиваться буксовать смешивается между собой очень тяжело тем более уж если не имея опыта то наречок не понимает почему все перемешивается и всего так вот грязно в итоге выходит ну все вот это именно из-за того что первоначально слоил постольный так Валентина пришла и опоздала на начало но как же так-то за сколько дней это будет выступление раз надо с нами заманчивая тема но как вам сказать тема есть я очень часто так вот случайно в интернете просто нахожу нечаянно такая вроде ничего вроде можно так прописать угадать конечно не угадаешь одному нравится цветочки другому нравится деревенские пейзажи третьем морские молодежь любит что-то такое пиратское с как-то я рисовал остров сокровищ вообще если взять по продажам то конечно морские пейзажи приоритеты здесь особенно в европе и как-то больше предпочтение на такое на такую тему так ну и что вот и вот этот цвет вот этот вот 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 красный желтый тут конечно опасно сейчас но тем не менее его сюда нужно на бережок на бережке задам сразу лишнее вытру так чтобы ничего не мешалось где-то вот здесь надавим сейчас сюда и вот эту краску сюда зайдет она у нас да можно перед камнями здесь вот так до до кинуть сюда эту красочку она там есть на фотке немножко даже больше краснит красноты сейчас с красным аккуратно красный очень сильно портит быстро вот также еще тень сюда попадет позже так ну где-то ее среди камней здесь тоже можно так вот написать и вот здесь уже теряется здесь уже пошел пошли волны и вот синий он перемешивался больше такой голубенький голубенький и вот этот цветик он перемешивается поэтому здесь меньше желтенького вот как вы видите есть такая некая легкая такая зеленца но это не страшно потому что все-таки морских пейзажах также зеленый цвет он имеет право на быть иногда он даже доминирует чем сильнее и точнее на цене поэтому не бойтесь здесь мы сейчас так вот так же подготавливаем как небо подготавливаем для водички и все сейчас здесь начнется сейчас начнется вот я единственное что сейчас хочу где-то немножко так такими вот переходами сначала по по пятнам ну то есть пятнышки и потом эти пятнышки с ними покрутиться поработать положить на них потом может блики где-то какие-то свет и так вот здесь яркое пятно там не я верю можно немножко бедил сюда там есть вот это коричнево ну точнее не коричнево красный красный желтый обходим эти камни как я уже говорил что в принципе не обязательно повторять все что как на фотографии поэтому как получается основные все это это волна уже идет там где нос корабля и потом по всему морю особенно вот здесь со стороны света где на свет попадает объем можно круглую можно плоскую вот такую очки на взял койточки на это тоже идет господин синтетика синтетика так и вот смотрите уже пропадает все-таки заканчивается закончились мы белье нужно все время добавлять добавляем белье добавляем белье куда-то надо их куда-то нужно выдавить куда-то нужно выдавить вот вот можно взять охру на этих целей охра тоже подойдет вот где-то по бликам видно что где-то они краснят где-то есть такие блики где где они просто в золотизну такую ходят это видно что они перемешиваются с морской вот уже с подложечкой поэтому здесь вот так вот тянем просто тянем потянем тянем краску так что я понимаю что сейчас вот летний период начался ну точнее посадок огородов сейчас нас меньше не как димой период попроще художникам выливать летний период конечно нас будет меньше и меньше вот я не закрашиваю сейчас весь фон то есть остается на как вы понимаете что на море остается вот это волнение чем дальше мы уходим тем эти блики становятся короче коротенькие такие делаем здесь уже чистовик идет мы не можем сейчас здесь сильно сильно выписывать вырисовывать то есть вот здесь вот уже сейчас как вы видите по жидкой краске все работает где-то ее нужно бличок будет успокоить где-то оставить где-то вот они есть эти блики пусть они по столу так они остаются здесь на море основных пока еще бликов нет есть только вот это вот основа сейчас ну и как мы смотрим здесь у нас больше синие нет эта часть небо потому что там все скрыто небо всегда на тон на тон отличается точнее вода отражение в воде небо на тон темнее чем это бывает вот и очень очень простая здесь вот история с волнами вообще ничего сложного потому что здесь на самом деле нет такой волны как бы это как мы иногда рисуем волны вот здесь вот такое простейшее море ну за исключением вот этот переходик небольшой вот этой волны перед кораблем здесь вот есть темнота в волне то есть там показана глубина вот мы задаем эту глубину сразу также можно вернуть куда-то вот там на задний план глубину так чтобы море получилось вот перед камнем еще есть такая глубина морской причине таких вот прозрачных волн здесь нет простенькое самое простое море прям вот под под новичка проще наверно не найдете морские морских пейзажей так сюда голубенькую синенькая смешано и вот на ту часть на левую там есть волны но они такие вот и не такие яркие а именно голубые продолжение именно такое также вот здесь на переднем плане я наблюдаю чуть-чуть свет вот где попадает свет на эти волны мы их можем чуть-чуть здесь вот голубые сделать такой вот характер с правой стороны немножко зеленит и вот это вот желтые блики желтые с красным а с левой стороны она немножко так вот голубой цвет и все вот такая подготовка морская здесь не хватает только у нас тарика с медом и камни конечно камни они нам нужно коричневый такой светлый коричневый берем много красного много много красного чуть-чуть синего вот этот синий он здесь же у нас уже замешан чуть-чуть но точнее мы получаем смотрите какая история мы получаем сначала сначала оранжевой берем желтый и красный получаем вот такой оранжевый замес чтобы вам было понятно желтый и красный больше наверное желтого красного такой ядовитый поэтому вот и когда попадает немножко синего в этот замес получается такие коричневые вот этот как как марс коричневый получился цвет если нам нужен светлее то есть берем немножко белье и вот его светлим в зависимости от того цвета какой нам нужен более светлый более темный больше синего синие теперь аккуратно и желтый красный и синий больше синего в этот цвет получаем такой более грязный коричневый такой сюда идет то есть вот он есть коричневый но он такой холоднее становится этот цвет здесь вот такой холодный здесь он теплый красный а здесь у нас холодный ну и добавлением белье естественно мы его можем растянуть в разные оттенки смотрите два оттенка которые получились коричневых то что вы видите на палитре где-то он теплый может быть где-то где-то холодный то есть мы получаем сначала оранжевый из оранжевых делаем добавленный синего получаем коричневый причем разные коричневые можно и сиену и умбру и стол и марс коричневый получить любой а это говорит о том что опять мы накололы продавцов нужно покупать все приходить магазин и все абсолютно покупать или скупать вот этот тот цвет который нам нужен на камни а именно со стороны света мы естественно рисуем камни и вот они есть мы можем круглить как-то вот и со стороны светика мы показываем на этих камнях что там этот объем рисуем вам сейчас вот где-то камешек уходит у нас в теневую где-то свет опять поэтому вот делаем горочки примерно так вот оставляя естественно нанесет прям все все закрашиваем естественно у нас остается еще что еще очень легко если мы делаем это мастихийно то в принципе конечно здесь не маленький мастихийно можно таким можно мастихийно очень легко камни делаются мастихийно то есть они могут быть и такие острые во все различных таких иногда даже мастихийно получается очень очень даже выгодно прописать скалистую породу какой-то но у меня крупная сейчас все таки попробую вот самое главное чтобы со стороны и темноты не было больших блик белый там попал удобно на больших скалах на месте где очень очень такие большая площадь там удобно мастихами конечно мелко все так холст не позволяет поэтому я все-таки кистью не будет проще кистью есть вот за камнями есть теневая там надо все это отдать также вот эти ближние камешки вот какой-то такой вот характер задать так было похожесть на камешки возле водички вот иногда даже так прокручивая их можно ну и основной основной гличок еще где-то вот нужно будет со стороны солнышка еще основной такой глибки вот их можно сделать как круглыми так и такими острыми на усмотрение на ваше каждый для себя может выбрать любую форму камешков этих как и вот 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 К низу я не подхожу, там, вот возле, везде, возле, ну, здесь, где возле водички, там будет тень. Может быть, даже еще дописать надо ее, потому что где-то надо даже глубже тень показать. И сделать вот так, чтобы, как у верблюда, похожие были, все должно быть по-разному прописано, здесь вот есть, как я уже говорил, здесь теневая, поэтому я тень от камня немножко сюда теннил, чтобы тень положить сначала. Ну, как бы камень, он кидает свою тень сюда. Здесь вот есть теневая. Она тоже неровная, все зависит от структуры камней. И под каждым бугорком, от каждого бугорка со стороны света может падать тень, поэтому вот здесь вот тоже будьте внимательны. Так, это у нас получается... Да, да, это волна здесь такая небольшая, понимаете, потом там камешек. Ну, и тот камень, естественно, там уже более темный, он, поэтому берем темный, коричневый. Нужно понимать, что еще краска, она будет между собой перемешиваться на протяжении суток. И в итоге мы потом получим, после высыхания, немножко другой эффект будет. И нужно учитывать, что когда краска перемешивается, мы должны немножко учитывать, что синие, они съедают светлые тона. Так, вот тут какие-то вот такие камни. Сейчас я их попробую так же. Чтобы не все забивать, именно так, частично. Что еще может быть? Вот, допустим, стоит вот здесь какой-то камень, да? Ну, допустим, вот здесь камень. От этого камня, естественно, есть свет. И вот этот свет, он у нас падает вот сюда. Да, то есть здесь есть тень. За каждым камнем есть тень. Рисуем сразу тень. Она так вот... Солнце уже где-то там, за горой. Поэтому, точнее, за моей картиной, за рамой. Поэтому тень падает сюда, вот, в левую сторону, не больше. И она такая протяженная. Почему? Потому что, ну, тут вот все зависит от того, где находится солнце, да? Мы можем сейчас еще яркости показать. Вот, очень красиво в таких пейзажах смотрится. Даже если здесь есть вода, все равно чуть-чуть теневая уже на ближних планах, она попадает сюда. Она распространяется дальше. Так, сейчас еще блики. И все, наверное, потом можно корабль. И потом по кораблю. Ну, я понимаю, что вы тоже подвистали уже. Вместе со мной. Да? Да. Наверное, подустали. Но это не страшно, друзья. Страшно не посмотреть. А посмотреть вы можете в любое время. Если кто-то подустал, можете сегодня делать паузу и потом в любое другое время приходить. Так, ну, тут еще какие-то вот, может быть, может быть, близко. Сейчас я еще по совсем по таким бликам. Самым, самым-самым бличкам больше белил, больше коричневого. Ну, точнее, белил, больше белил, коричневого. Привет, Вика. Вика, привет. Да, слишком беспокоить. Ну, надо пробовать. Не всегда такие прям вот выгодные. Можно даже вот с неба что-то забрать. Сюда, в камне. Что-то такого небесного взять. А значит, больше немножко красного. Такое вот получится. Он тоже не будет лишним. Чуть больше красного. Ну, то есть, он здесь есть в коричневом. Мы его получали из красных и желтых. Но, тем не менее. Ага, Мария не держалась и тоже стала рисовать с нами. Здорово, Мария. Ну, а потом обязательно нужно показать, что у вас получится. Либо в Дискорде, либо где-то в наших группах. У нас есть везде, в наших группах есть, где можно выложить, показать свою работу в ВКонтакте, в частности. Помимо того, что у нас ВКонтакте есть альбом для работ, там еще есть еще и авторские работы. Если вы можете свои, любые другие работы загружать, то тоже можно быть интересным. Как мне, так и участникам наших групп. Ну, вот такое вот разнобличие получается. Есть скалы, есть вот эти вот разные переходики. И, конечно же, разные брики на камнях отцветывают к темным. И все возможно даже, что здесь, хоть и небольшое волнение, даже какие-то всплески можно здесь написать при настроении, при желании. Можно даже увеличить объем волны и показать, что здесь волна чуть больше. Может быть, имеет три таких вот порядково мелких. А может быть, кто-то захочет действительно здесь написать такое буйное, где брызги летят. Все здесь, друзья, на ваше усмотрение, на желание, как вам нравится. Ну и потом все здесь в ваших руках, естественно. Так, сейчас немножко здесь вот снили. Так, и... Тут есть вот такая некая гладь, зерночки. Ну, сейчас я пока избавлюсь, избавлю себя от теневых. Посмотрю, что можно погладить, как сделать. Протащить. Ну да, в принципе, может и так быть. Такие вот некие блички на переднем плане. Здесь вот возле песка, наверное, да? То есть уже подходит, делать песочку. Поэтому здесь вот такое разнобличие идет. Ну, а теневой не хочется забывать, поэтому... Я ее сейчас все-таки верну. Теневую туда. Ну, а так как здесь есть нечеткая прямо гладь поверхность земли, и поэтому здесь вся теневая, она может быть только мерцательным путем между попадателями. Здесь тоже какой-то камень будет в средине. И сюда может подписаться. Может быть, ряд мелких камней еще на переднем плане, но тут, поэтому... Здесь можно так повеселить еще. Вот. А со стороны тени, как я уже сказал, вот теневой, здесь можно еще вот так вот глубокой темной поиграть. Ну, то есть взять, прямо взять вот такую темную, красный-синий, без добавления в белье. И где-то вот еще навязать сюда такой вот больше синего, чем остальных. И со стороны тени, то есть камни усилить со стороны, там, где не попадает свет. Сюда можно еще такую более глубокую тень положить в подвозку. Так, что еще? Что еще? Сейчас я со стороны ляма. Вот этот цвет, видите, вот здесь он. Его можно еще подложить по морю. Там, я вижу, есть такие более шикарные такие. Это он. Здесь в белье воде. Чуть больше сюда. Больше красненького. Вот такой вот. Такой вот. Больше, может быть, белье еще. Да, хороший будет цвет. Сейчас я попробую аккуратно его так подкинуть. И здесь вот можно его прям по сторону, припасторно положить. В морскую гладь. Но не все. Не забивайте все. А именно вот где, где море, оно как бы за волной, имеет такое пространство между волнами. И они более такие пологие, где может отражаться само небо. И там между волнами, между разными волнами, получается, есть такое пространство, где не такое сильное буйство происходит. Оно более спокойное место. И вот в это место мы просто сейчас по вертикали обязательно, здесь вертикальное все у нас получается. Немножко я усилю сейчас, перед тем, как писать кораблик сам. Ну и раз уж у нас есть вот эта часть воды, где, откуда идет свет, поэтому все это, конечно, здесь. Ну и можно где-то вот еще попередить. О, перебить. Разбить немножко. И там вот свет падает как раз-таки на эти места. Если за горочками он скрывается, то на вершине волны и как по вершине волны, так и, соответственно, по вот этой глади может отражение неба быть. Все, осталось. Осталось птички, кораблик. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Утро ли это или вечер, вот, скорее всего, это такое вот предвечернее состояние, когда наступает ночь и вечереет. И получается, что там еще есть солнце, еще оно продолжение не имеет нашего дня, но оно уже не такое... Как ему хочется быть... Оно еще имеет силу, но уже не такое... Яркое... Так, видимо... Кисти я вот так чищу, смотрите, масло окунаю, чистая салфетка, масло окунаю, чистая салфетка... Вот так несколько раз чищу, получается, что кисть становится чистенькой, потом, если вы ее откладываете на больше, чем на 3 дня, обязательно нужно еще тогда дополнительно горячей водой, ну, тепло-горячей водой, с мулом... И все, и кисти становятся потом бы куда-то в кулечек, и хранятся они, бог знает сколько еще, годами лежат, ничего с ними не будет... Вот, главное, чтобы все промыть. Плюс какой, почему я пишу на масле, и в чем плюс этого чистки? Если мы какие-то разбавители, растворители берем пользу, нам нужно потом специальные обезжиривающие такое средство покупать дополнительно, это все стоит... И плюс к тому, вот здесь вот, где зажата кисть, там есть такая клеевая проклейка. Вот эти боски, они все проклеены. После нескольких пользований у вас начинает, у многих, если плохая проклейка, ее разъедает разбавители, растворители, они начинают в кисти лезть. Просто-напросто лезут, вылезают, и толку в таких кистей уже нет, все время новые покупать, поэтому большие минусы. Есть как плюсы, есть так и минусы. Видите, как бывает даже очень выгодно писать просто на растительном масле. Так, вот я вам говорил, что там еще свет, я беру просто чистые белила, и чистые белила сюда еще подвожу со стороны света. Вносим сюда в желтизну еще вот этот светик чистые белила. Тем самым там загорается все это дело. То есть желтенький он просматривается, здесь нет такого прям, чтобы его вообще не было или отсутствие, полное отсутствие. Вот. И также облака снизу, когда солнце садится, они могут немножко подсвечиваться. Вот это как раз таки тот момент, когда мы уже бликами можем показать. Ну так как здесь на самом деле будет находиться корабль, поэтому особый акцент я пока не ставлю на это. И в самом конце можно будет определиться нужными там или не нужными так сильно. Вот все время меня напрягает это облако. Хочется и хочется. Оно близко здесь находится, оно пушистое очень. Хочется попушистить. Опа! Видите как я сюда синевой. Ну ладно. Бог с тобой. И так бывает. Вот сегодня какой день с вами провел, а? У кого сил осталось досмотреть. Так, берем корабль. Корабль нам нужен. Корабль нам нужен. Корабль летает. Это то, что мы должны пописать. Коричневый у нас есть для того, чтобы вы будете показать. Ну и сам корабль. Давайте по кораблю. Возьмем вот этот темный. Темно-коричневый. Такой темный. 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 Темные. 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 Темные ночи. Ну и посадим кораблик. Можно его чуть-чуть меньше сделать. Не обязательно его прям вот такие большие. Здесь многие тем более не пишут, что не может такого быть. Ну на самом деле многие не знают. Есть. Особенно у старых парусников у них нет Киля. И они очень близко в принципе раньше подходили к берегу. И сейчас есть такие корабли, которые подходят прямо к берегу. Поэтому ничего в этом страшного нет. Здесь есть вот такая форма. Ну вот именно это похоже на какой-то под наклоном мы их делаем. Так чтобы здесь вот такая арочка есть. И эта арочка она как бы не ровная арка, а немножко имеет такой сбитый наклон в левую сторону. Как бы вот так приподнимается. И потом вот эта часть. Вот эта часть носа вот от середины. Где у нас идет. Ну вот сюда бушкрит. Идет такой вот. Вот эта вот носовая. Носовая палочка. Она вот такая именно. Самая сложная когда рисует. Как в машине. Когда машина едет именно на нас. А сбоку мы на нее смотрим. А где и здесь. Поэтому нужно понимать это как в перспективе прописывается. Ну и вот как объяснить вам. Это конечно сложно. Потому что этому нужно учиться. Писать дома. Писать машины. Писать вообще. Попробуйте с куба начать. Какой-то вот куб. И может быть его сбоку посмотреть. Как он уходит вдаль. Если мы сбоку на него смотрим. Здесь вот есть конечно такое вот. Некая. Некая сложность для. Для начинающего. Ну сейчас я просто вот так процарапаю. В принципе не важно как у вас получится. Получится V. Может быть может быть не получится. Прям вот сто процентов. То что мы хотим. Но не важно. Главное чтобы было похоже на корабль. Все. Вот эта часть. Она темная. Потому что скрыто от солнышка. Скрыто от бликов. И также вся носовая часть. Она вот здесь. Носу. Корма. И нос. Они весь темные. Ну за исключением там есть конечно блики. по. Особенно по левой. По правой части корабля. На солнечной стороне. Ну в основном это все скрыто конечно. плохо. Вот можете даже. Есть такая возможность. Распечатку делаете. Кто не знает. на принтере. Прям на принтере. И подставляете на жидкую краску. так. Листочек. Вот этот толстый. У меня. А можно. прямо так приложить. Тонкий листок. Если обвести его. Держать просто надо. Потом убираем. И у вас переводится. Либо сначала можно сделать. Процарапка сначала на стихином. Или каким-нибудь остреньким предметом. Чтобы быть уверенным. Чтобы не ошибочно пишите. Парусник. Так. Теперь светло-коричневый. Уберем. Светленькие. Пересветленькие. И вот эта часть. Эта часть. Корабля. Она светится. Там. Со стороны. Как и камешки. Но только. Больше освещена. Поэтому. Мы ее пишем. Прям до лоби доводим. Вот. Если. Пустили. Вас не смущает. Если смотрят меня. Мои плаватели. Моряки. Это живопись. Не пишите мне. Всякие гадости. Как хочу. Так и рисую. Постоянно. Я сталкиваюсь с этим. С этой проблемой. Что мне пишут. Что так не может быть. Корабль не может подойти. Мы художники. Мы. Как хотим. Так и рисуем. Просто. Раз. Мне написал. Какой-то. Капитан. Причем. Мы там. По фотографии. Рисовали. Просто. Меня уже достают. Эти. Знатоки. Море. В этом плане. Что. Не может. Такого. Вот. На самом деле. Может быть. На нем. Сел. Разбился. Что угодно. Пьяный. Был. Капитан. Подошел. Близко. Неважно. Будьте писать. Я буду банить. Банки дать вас. И все. Напишите. Поэтому. У нас. Вон. Итальянский. Лайнер. Подошел. Так. Близко. К берегу. Извините. Что. Блин. Погубил. Сколько. Народов. У нас. Вон. Вон. Ему надо было писать. Правильно. 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 что тут есть. Писаки. Писаки. Вот такие. Так. Не может быть. Еще как может быть. Так. Эта часть корабля высветлена. здесь. У нас. Носики. Вот здесь. То же самое. Высветлено. Но. Немножко. Аккуратнее. Потемнее. Немножко. Так. Вот так. Ну. Сейчас. Порисуем. Порисуем. Кораблик. Есть. Еще. Совсем. Такая. Темная. Часть. Да. Мы. Ее. Тоже. Сюда. Сейчас. Принесем. Тоже. Коричневый. Но. Он. Совсем. Темный. Поэтому. Он. Сейчас. Может быть. И не видно. Вот. С этой стороны. Где заходит. Поехали. Все. Хорошо. Так. И тут. Перед бушпритом. О. Донат. Пришел. Донат. Пришел. Спасибо. Кто нам. Там. Донат. И пока. Мелко. Я не вижу. Пока. Сейчас. Секунду. Друзья. Может быть. У нас. Побольше. Валерия. Спасибо. Вам. За донатит. Всем. Спасибо. Кто поддерживает нас. Друзья. Спасибо. Вам. Огромное. В этот раз. Я. К сожалению. Пока. Я не сделал. В этот раз. Очередной розыгрыш. Недавно. Мы. Выграли. Крючи. Прилетели. Дважды. Выиграла. Картина. У нас. Наталья. Там. Помню. Сейчас. Точно. Фамилия. Картина. К сожалению. Я не отправил. Еще. На. Наверное. На. Следующей. Неделе. Потому. Что. Я. Сейчас. Не выходил. Долгое. Время. Дома. На. Следующей. Неделе. Я. Отправлю. Вот. Ну. И. Не сделали. Мы. В этот раз. Розыгрыш. Обычно. Я. Делаю. Занимаюсь этим. Разыгрываем. Картины. Все. Кто. Поддерживает. Наш. Записывал. Фамилии. Мы. Потом. Разыгрываем. Кто. Становится. Победителем. Я. Целаю. Победителю. Вот. Но. На. Следующем. Выступлении. Я. Обязательно. какую-нибудь картинку. Разыграю. Прям возьмем. Разыграем. Не. Узнаем. Кто. У нас. Следующий. Станет. Счастливчик. Обладатель. Моей. Работа. Так. Ну. Ладно. Отвлекся. Опять. Я. Давайте. теперь. По мачкам. Мачки у нас совсем тоненькие. Тоненькие. Кисно дна. Под рукой. Сейчас. Под рукой. Ла-ля-ля-ля. Наверное. Наверное. И нет. У меня. Под рукой. Под рукой. Так. Как же так. Как же так. Как же так. Я что не взял. У меня такой. Есть только флейц. Ну давайте. А не флейц. Точнее. Господи. Вылетел из головы так. Такая вот длинная. Тоненькая. Тоненькая. Давайте. Начнем с. Наверное. С. Жидкой. Прижидкой. Нужно. Легче всего справиться. Когда очень жидкая. Краска. Вот. А. Я вам покажу. Сейчас способ. Многие не знают. Есть способ написания мачты. Допустим. У нас есть. Разбавленная. Темная краска. И вот она. Вот она. Видите. Она. Много. Красный. Кстати. Видите. Вот. У нас есть. Здесь. На палитре. Я ее. Так. Вот. Немножко. Протягиваю. Так. Чтобы. Ну. Как бы. Чтобы. Она. Не. Слишком. Утонуть. У ней. Вытираю. Мастихин. И вот. Есть. Мастихин. Я вот. Так. На край. Прямо. На край. У меня. Набралась. Вот. Краска. Очень легко. Кто не знает. Как. Написать. Мастихином. Смотрим. Какой. Наклон. И. Прикасаемся. Можно. Сначала. Процарапать. Мастихином. А. Потом. Кистью. А. Можно. Вот. Вот. Так. Оп. Прикоснулись. И. Можно. Тянуть. До. Бесконечности. То есть. Она. Получается. Вот. Так. Обычно. Можно. Практически. В провода. Это. Вот. Один. И. Способов. Мастихина. Если. Мне. Быть. Это. Один. Способов. И. Выймод. Легко. Пользоваться. Очень. Удобненький. Висать. Какие. Тонкие. тонкие тонкости делать хорошо короче надо брать короче короче будет удобней так там есть три мачты 1 2 3 сейчас 1 у нас тут где-то вот кисть лежит и принципе я упираюсь на кисточку вот она протягиваю и главное чтоб она была жиденькая и набрана на кисть с разных сторон то есть разные стороны испачканы красочки и теперь не посередине чуть ближе с одни опять убираюсь на кисть и вот когда я тяну я проворачиваю кисточку чуть-чуть так чтобы так чтобы все можно было стянуть прям вот стягивать к нам проворачиваем стягивается красочка сходит но все там есть вот эти вот это 2 3 до 1 палуба по два паруса до на мачте трех мачтовый нет на этом три вот опять же таки друзья это мы мы делаем удовольствием работает не техническая работа где мы должны показать все абсолютно все правильно паруса детали корабля у нас ни к чему это не принуждает поэтому делаем по-своему первый второй где-то здесь они могут быть чуть-чуть наклонены все тут зависит от того как их ветром задрала так вот здесь бушприт называется там где крепится но если уж коснулась тема знатоков моря поэтому я знаю что-то бушприт я знаю что здесь так себя крепится вот и такие суда естественно могут подходить очень близко не пишите мне на такие что так не может быть как может быть вот толстый получился ну ладно толстый просто не страшно я так хочу я хочу так там ведь у нас еще на самой корне но вот сейчас по по вот этим по веревочкам и всему остальному вы увидите что это тоже легко очень делается все легко пишется рисуется тем чем пишите я не совсем понимаю может быть вы инвалид поэтому ртом пишете есть у меня знакомые художники да не могут писать потому что они валили ну неважно если вы можете крепиться и крепить кисть пусть скажем особо не страшно ко всему человек привыкает ногами рисует нет возможности если у человека так что держитесь так Так, здесь, здесь еще, да, у нас есть вот там наверху, куда забираются иногда в кабинете, ну точнее иногда, куда забираются моряки. Все, теперь по канатикам, канатики, для канатиков нужны очень много масла, то есть масло и вот такая она жидкая, прижидкая, прижидкая краска, и очень тонкая кисточка нужна, ну вот примерно такая кисточка. Если она тоненькая, тоненькая и длинная, будет написать еще проще и легче, потому что вытираем не так, чтобы много на ней было красочки, так, чтобы она была полусухой. И отправляемся, прям вот такими быстрыми движениями, быстро-пребыстро. Каждая мачта, она крепится несколько, вот так вот здесь у них, как в этом направлении, так и в обратном направлении есть канаты, которые держат эти мачты. Вот, и также они протягиваются как вверх, так и вниз. Вот представьте, сколько там на самом деле канатов есть, канаты, которые крепятся вот сюда к борту, которые держат мачты. Их там на самом деле миллионы. Естественно, мы не нарисуем это всего, но примерно мы можем рассказать зрителю с туда, вот так. Вот здесь, дальше, что вот здесь вот, эти стокселя. Тоже есть канаты с той стороны борта, под борту идут канатики. Ну и потом по этим канатам как-то же карабкаются на самый верх, поэтому у нас эти канаты, они еще переплетены. То есть вот здесь вот есть переплетение, где моряк может забраться. Как с левого, так и с правого борта. Ну и естественно мы не будем писать все канаты. Не нужно нам это. Нам это не нужно на самом деле. Мы только так частично можем. Если вдруг у вас получилось какое-то, какая-то часть каната или что-то вот очень толстое, что невыгодно смотрите, берете мастихин и прямо мастихином жидкой, по жидкой красочке проходите еще раз и вытаскиваете краску, выбираете так, чтобы она не... Ну бывает, вот ветка получилась, прошел кисточкой, немножко переназолил на ней или получилась, например, она слишком толстая. Берем мастихин, прям кончик и так вот выбираем. Ну так, чтобы она не была, как бы сливалась с небом и бросалась нам так в глаза сильно. Вот, поэтому все в масле можно все так легко, все легко поправить, исправить. И вот здесь вот сейчас я, давайте соберем, соберем какие-нибудь паруса, все-таки они есть там. Надо подобрать кучку, они там. Они вот здесь, вот тут они. Это не просто пустые, ну и собранные еще. Также мы можем какой-то флаг повесить, допустим, это будет, допустим, это будет какой-то пиратский, а может быть это будет любой флаг. Я возьму просто темно-красный, темный при темно-красный и обозначим, что тут есть флаг. Ну, в принципе, на каждой мачке можно на одной, можно на другой, можно вот здесь сзади где-то повесить флаг. Да, здесь. Пусть будет три флага, трех флагов. Вот так вот. Вот им так бы хотелось, мы повесили три флага. Все, друзья, почти все. Остались только птички. Ну и что там можно еще написать? Какую еще историю здесь можно нарисовать, пока вы здесь со мной? Есть по этому поводу какие-то соображения? Так, вот тут вот какие-то детальки. Скочила сюда, она очень близко, но тут. Все поправляем. Светик. Светик. Ну что ж, друзья. Вот такая вот сегодня у нас с вами история получилась. Ну, а кстати, если мы очень хотим сильно детализировать еще эту работу, то на мачках тоже нужно такой вот цвет положить. Так, чтобы у нас весь кораблик был таким. А, да, да, по волнам здесь еще, да, не всего тут еще. Все, э-гэ-гэ-гэ, не совсем, ну тут все. Корабль же стоит прямо на волнующем. Русалка на камне, да. Рисалочку можно. Бабку надо сюда, бабку нарисовать вам. Дед вытащил мне вот и заказал себе яхточку. Решил смыться от бабки. Вот видите, какая история тут. Оказывается, не все просто. И решил быстренько слинять. А бабка стоит тут, вот или бросил мне воду, и орет дедуешь. Да, одна из версий разбитого корыта. Бабку-бабку. Бах, ты негодник. Ты куда от меня? Многие сделают решал. Ну да, такое судно надо. Один человек, чтобы справиться с ним. Бабку на камне. Не русалка, а бабку надо. Ты русалки не делай. Ну и вот тут все вот так как-то. Нет такого, чтобы здесь. Хотя вот можно, в принципе, бенчок такой синенький, голубенький такой. Голубенький цвет, как бы напоминающий волну. И пеночку, да, по краешку, допустим, сюда подходит уже какая-то водичка. Ее можно такой вот такой пеночкой сделать. Ну да, Светлана, я сочувствую. Я не на самом деле первый раз с таким сталкиваюсь. Я слышал об этом, да, что люди могут писать ртом, нет возможности по-другому. Ну, я не знаю. Я могу только позавидовать, как вот люди могут рукой, а там чем-то еще. Если у вас получается, конечно, это очень здорово. Так вот такая пеночка. Также можно сюда пеночку. Ну, при желании, даже если нет, даже может подходить так вот чуть-чуть водичка наступать, как бы на краешек сюда вот положить пеночку. и обозначить, где море, а где... никакая часть воды. Так вот здесь, наверное, слишком... Тут она, наверное, слишком яркая. Вот по всем кликам видно это только в самом конце, когда уже работа все написана. мы тогда видим все эти мелочи, мелочевку, где нужно, где нельзя. где-то подложить или нет. Ай, красный попал, на тебя себе, как он... Как это я так его пропустил? Как это я так туда я его загнал? Вот нужны теперь все вот эти вот блички. Все мне нужно сейчас довести их. вот тут же есть песочек. И вот такой вот посветлее немножко сюда его. Ну и можно между пенкой и песочком можно тенек в такую теневую закинуть сюда чуть-чуть. включая. Да, мастихин, наверное, вам не обязательно мастихин, все это реально все делается с кистью. Если у вас есть уже навык работать с кистью, то все в ваших руках, естественно, можно все написать кистью. Более того скажу, что мастихин это вообще такой современный инструмент. Раньше мы писали им вообще. Мало того, что к нему еще и привычка нужна определенная, также человек с руками должен привыкать к нему. Это не просто такой вот контракт. Взял в руки и все, и ушел. Нет. У нас такой очень капризный инструмент к нему, как и к новому. Поэтому, если человек даже пишет, никогда не рисовал, не пробовал мастихин, то не все это справляются сразу. Инфакты. 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 Нужен подход. Нужен уменький. Так, вот там, в дальнейшем, конечно, мы ничего не сможем нарисовать. Инфакты. Инфакты. Это все такое. Там есть только такое, все темное. Ну, пишите, что вас интересует больше всего. Вот, может быть, на следующем вебинаре мы подпишем именно по какой-то, можно по вашей теме работе. Присылайте фотографии в Дискорде, там вот выставляйте фотографии, а вдруг... А вдруг и мы порисуем вашу дачу, ваш, может быть, дачный участок. А может быть, ту картину, которую... где вы были в отпуске где-то, вот, на каких-то... может быть... Ну, бог знает где. И вам... У вас есть фотография с этого мира. Мы, кстати, рисовали по отпускным фотографиям очень много и по Вьетнаму, и по... там были у нас... А, как она называется-то? Ой, господи... Куда туристы у нас часто ездят еще? Таиланд... Так что, ну, все есть, все возможности. Птичку можно какую-то сюда... Сейчас вот так... Вот так, вот так... Вот так, вот так, беленькой красочкой... Скажем, она немножко голубенькая, будет не страшно... Белая-залубенькая красочка... Вот, в этом, можно... Вот тут, да? Да. Такую... Близко летящую такую чайку... Это близко... Там парочку, которые в долете... И вы чайки есть у него вот такие... И вы чайки есть у него вот такие... Вот такие крылышки... На концах они... Темненькие... Крылышки... Вот там и носик можно, или какой-то сюда... Можно... Можно какие-то красные лапки... Добавить... Ну и парочку... А вот так... Вот так... Ну и парочку... А вот так... Здесь можно вот их миллион написать... В принципе... Возле берега всегда льдут... Такие птички... Вот там... Особенно возле корабля... Рыбка... Может там у них... Рыбка есть... Пропитание чего-то... Ну в общем... Посмотрите... Да... Вообще... Конечно... Вот эти вещи лучше не писать по... По... Сырой работе... Дождаться высыхания... И потом... Если... Например... Чайку пишем по сухому... Можно облокотиться... И потом... Прорисовать ее... Прям как... Как вам хочется... Если даже не получилось... Вот я сейчас отошел... Смотрел... Можно оставить... Можно убрать... Как убрать... Берем... Просто затираем... Пальцем... И все... Если даже не получилось... Вот... Можно убрать их всех... В принципе... Они не нужны здесь... Вот так вот... Так что... Масло... Это такой инструмент... Которым мы можем... Реально... Реально возиться... Как нам... Как нам... Ну... Как нам нравится... Вот... Понравилось... Или сегодня не понравилось... Убираем... Вот... По... Отражениям... Вот здесь... Вот... По цветикам... Все, что... Бликуется... Все, что светленькое... Можем... Совершенно спокойно... Пастозно... Взять... Прям... Пастозность... Нам не мешает... Светлое... Все, что темное... Избавляемся... Сразу... Постозность... То есть... Нам... Темное... Постозность... Будет... Только портить... Все... Ну... И... Все... Вот... Тут... Вот... Сейчас... Основные... Только какие-то... Блики... Наверное... На этом... Можно... Будет... Сегодняшнюю работу... Во всяком случае... Считать... Закончено... Вот... Если... Вы хотите... Где-то больше... Желтого... Синим... Связать... Вместе... Значит... Ждем... 3-4 дня... Работа... Подсыхает... И... Потом... Мы легко... Входим... Синий... С желтым... Вместе... Можем... Уже... По... Методу... Легко... Дописывать... Вот... Хорошо... Он... Туда... Сразу... Не полез... Это не тот... Вот... А про тот цвет... Я вам сказал... Что он... Вот этот цвет... Это оранжевый... Ближе к оранжевому... Красный... Зокуме... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 тут еще отблескивает лампочка блестит примерно вот такая работа у нас с вами сегодня подписывайтесь везде на наши группы там мы помещаем здесь вот на канале кто подписан то у кого колокольчик у нас сообществе еще кстати там есть сообществе тоже как группа на самом ютубе там тоже выставляем посты и вы видите там по постам что когда начинается выступление смотреть среди этим и не делаем рассылки рассылки приходят автоматически если вы уже подписаны то вы получаете потом какую-то рассылку точнее оповещение что на этом канале началась трансляция можете тогда приходить на эту трансляцию так чтобы не пропустить вот я забыл вот теневой под пенкой должна быть быть здесь обязательно такие мелочевки они конечно очень многое играет большую роль вот и в группах также везде в группах мы выставляем посты кто выступает когда 23 числа у нас будет выступление выступление александра долинского салматы идите посмотрите тоже интересный художник саша философ и тоже такой же философ все наверное на этом да с вами был пригоден если есть какие-то вопросы еще можете написать пока я здесь допиваю свой кофе можно что-то по этой работе какой-то вопросик вы можете еще писать можно еще написать завтра ее будет прийти когда на следующий день всегда находишь ошибки если если вы сделаете фотографию вы всегда по фотографии найдете ошибку то есть это очень такой способ когда мы можем быстро вычислить ошибку можно посмотреть на зеркало на работу то есть наоборот и зеркало очень часто мы находим ошибки почему это происходит потому что человек встает у вас устает есть такое понятие глаз устал глаза замылились и пошли ошибки независимо от того хороший художник профессиональные либо новичок после часа работы нужно взять и сделать паузу если паузу не происходит то мы все портачи и абсолютно так любимый пишет александр да 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 понял спасибо спасибо мария спасибо зоя спасибо чуть меньше кораблик написал чуть меньше чем на фотографии он чуть дальше стал но принципе если его ближе даже напишите не страшно все было рассказано как самом начале уходят поток уходит спасибо до свидания до свидания пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...